Глава 13. Некоторые парни, я вижу, возомнили, что здесь у нас не армия, а ясли для новорожденных младенцев. Так вот, это не так. Дошло? Слова, предписываемые одному героическому древнегреческому капралу, командовавшему под стенами Троя в 1194 году до н.э. Роджер Янг летал с одним взводом мобильной пехоты на борту, и при этом мы жили в страшной тесноте. Тур возил шесть взводов, а при необходимости мог взять еще столько же. Количество труп позволяло выбросить всю эту толпу в два приема. К счастью, во время моей стажировки этого не случилось. Служба проходила в нормальных бытовых условиях. В коридорах и десантных трюмах не висели койки. Питались мы непосменно, дышали непоочередно и не получали от неловкого соседа локтем в глаз. Для транспортировки такого многочисленного и полностью оснащенного войска кораблю требуется огромная скорость и грузоподъемность. Тур мог пересечь в любом направлении федеративный космос и проникнуть почти на всю глубину в пространство Жуков. На Черенковской тяге он преодолевал расстояние от Солнца до Капеллы, а это 46 световых лет, за шесть недель. Разумеется, в сравнении с линкором или пассажирским лайнером, шестивзводный транспорт невелик. Этот корабль — плод компромисса. Мобильная пехота предпочитает быстрые корветы, вмещающие один десантный взвод и обеспечивающие маневренность в любой операции. Если бы выбор зависел от флотского начальства, то мы бы располагали только громоздкими полковыми транспортами. У корвета почти такой же экипаж, как и у монстра, который возит целый полк. Конечно, громадному кораблю нужно больше уборщиков и ремонтников, но с их задачами справляются и солдаты. Черная работа о ленивой пехоте только на пользу. Не все же ей пузо набивать, бока отлеживать и пуговицы надраивать. Вот это у флотских на языке. А на уме у них кое-что парадикальнее. Армия устарела. Ее пора упразднить. Официально такое мнение не высказывается, но затроньте эту тему в разговоре с любым офицером флота на базе, и тогда вы наслушаетесь. Эта публика убеждена, что может ввязаться в любую войну, выиграть ее, захватить любую планету и удерживать ее собственными силами, пока дипломатический корпус не закрепит успех. Ну, допустим, это не пустая бравада. Новейшие игрушки флотских запросто сотрут планету с лица неба. На моих глазах такого не происходило, однако нет причин этому не верить. Может быть, я и правда устарел, как тираннозавр Рекс. Но я себя ископаемым не ощущаю. И мы, обезьяны, справляемся там, где бессильны самые новомодные корабли. Не сомневайтесь. Когда правительству нужен гарантированный успех, оно посылает нас. Может, и хорошо, что ни флот, ни мобильная пехота не обладают правом решающего голоса. Офицер не получит звезды маршала, если не пройдет через должности командира полка и командира флагманского корабля. «Продуби свою шкуру в мобильной пехоте, а потом, получив флотское звание, как планировал, должно быть наш малыш Берди. Или стань пилотом-астрогатором, а затем отправляйся в лагерь имени Курье. Вот тогда я тебя послушаю со всем уважением». Тур, как и большинство транспортов, имел смешанный экипаж. И я, подумать только, получил право бывать севернее тридцатки. Переборка, отделяющая дамскую территорию от владений грубиянов, вынужденных бриться, необязательно обозначена номером 30, но в силу традиции она так называется на всех кораблях с разнополым личным составом. За ней расположена кают-компания, а дальше — женские помещения. На туре кают-компания служила также столовой и для женщин-рядовых. Они ели в первую смену, мы во вторую. А между приемами пищи делилась перегородкой на комнату отдыха для их рядового состава и на салон для женщин-офицеров. Мужской офицерский салон назывался игральным залом, и он примыкал к тридцатке. Помимо того очевидного факта, что высадкой и эвакуацией десанта занимаются лучшие пилоты, читай, женщины. Есть очень важная причина для включения в экипажи транспортов представительниц прекрасного пола. Они хорошо влияют на боевой дух солдат. Традиции традициями, но человек — существо слабое, а его выбрасывают из корабля на чужую планету, и запросто может случиться так, что вернется он мертвым или искалечен. Если логически рассуждать, разве это не глупость несусветная? Но ведь кто-то должен отправляться к черту в пекло, и хорошо, если он осознает необходимость своей борьбы. А еще лучше, если эта необходимость, реальная, живая, дышащая, постоянно напоминает о себе. На корабле со смешанным экипажем крайнее, что слышит пехотинец перед высадкой, а иногда и крайнее, что он слышит в своей жизни. Это женский голос, желающий ему удачи. И если вам такая практика кажется бесполезной, то вряд ли вы принадлежите к роду человеческому. На борту тура служили 15 офицеров флота, 8 женщин и 7 мужчин. Офицерам мобильной пехоты было 8, и я рад упомянуть, что входил в это число. Не скажу, что в военную академию я поступил ради возможности проходить сквозь 30-ю переборку, но привилегия завтракать, обедать и ужинать в женском обществе вдохновила меня куда сильнее, чем любая прибавка к жалованию. Преседательствовала в кают-компании командир корабля. Мой начальник, капитан Блэкстоун, был вице-председателем. И не в силу своего звания трое флотских превосходили его рангом. Дело тут скорее в должности. Командир штурмового подразделения де-факто главнее всех, кроме шкипера. Трапеза всегда представляла собой ритуал. Дождавшись в игральном зале положенного времени, мы входили следом за капитаном Блэкстоуном и становились позади стульев. Появлялась шкипер в сопровождении дам. И когда она достигала торца стола, Блэкстоун кланялся и приветствовал. Госпожа-председатель, леди. Она же отвечала, господин вице, джентльмен. И мужчина, стоявший справа от женщины, помогал ей сесть. При всей своей официальности эта процедура подчеркивала, что прием пищи в кают-компании — мероприятие светское, а не военное. Но присутствующие обращались друг к другу по званиям или должностям. Разве что самые младшие флотские офицеры и я. Единственные из комсостава мобильной пехоты были мистерами и мисс. Было, однако, одно исключение, которое сбило меня с толку. Впервые оказавшись в кают-компании, я услышал, как Блэкстоуна кто-то назвал майором, хотя погоны он носил капитанские. Позже я узнал, что если на военном корабле служат два капитана, то армейского условно повышают в звании. Величать его титулом, предназначенным исключительно для монарха, это просто немыслимо. Флотского же капитана, если он не шкипер, называют коммодором, при том, что шкипер может быть всего-навсего лейтенантом. Считая этот обычай нелепым, офицеры мобильной пехоты соблюдают его только в кают-компании. В своих же отсеках они даже не упоминают о нем. За стол мы усаживались строго по субординации. У торца шкипер, у другого — командир батальона. Справа от Блэкстоуна самый младший из мичманов, справа от шкипера — я. Мне было очень приятно сидеть напротив юной и необыкновенно хорошенькой мичмаши. Увы, четко распланированный и строго контролируемый ритуал не дал мне шанса узнать хотя бы ее имя. Я был в курсе, что мне, самому младшему по званию из мужчин, полагается сидеть рядом со шкипером, но меня не предупредили, что я еще и обязан ее усадить. И вот она стоит и ждет, где никто не опускается на стул, пока младший инженер-механик не пихает меня локтем. Ох, и покраснел же я. Так страшно я не срамился, пожалуй, с детского сада. На мое счастье, капитан Йоргенссон вела себя, как ни в чем не бывало. Когда шкипер вставала, это означало конец трапезы. Она всегда была достаточно деликатна и лишь один единственный раз при мне провела за столом считанные минуты. Капитану Блэкстоуну это жутко не понравилось. Встать-то он встал, но бросил ей вдогонку. «Капитан!» Она остановилась. «Да, майор». «Капитан, не могли бы вы распорядиться, чтобы моих офицеров и меня обслужили в игральном зале?» «Разумеется, сэр», — холодно ответила Йоргенссон. «Нас покормили, вот только ни один флотский офицер не составил нам компанию». А в следующую субботу шкипер воспользовалась своим правом и проинспектировала вверенные ей подразделения мобильной пехоты. Надо сказать, капитаны транспорта делали это крайне редко. Да и Йоргенссон лишь прошла вдоль строя, ничего не сказав. Ее нельзя было упрекнуть в чрезмерной придирчивости, и она очень даже мило улыбалась, когда не приходилось быть строгой. Капитан Блэкстоун поручил второму лейтенанту Грэму по прозвищу Рыжик хоть шкуру с меня спустить, но добиться успехов в математике. Как-то прознав об этом, Йоргенссон предложила свои услуги. Ежедневно после обеда я проводил час в ее кабинете, решая задачки и получая выволочки за плохо сделанное домашнее задание. Наши шесть взводов составляли две роты, а те — полубатальон. В походах им командовал капитан Блэкстоун, номинальный командир четвертой роты, мерзавцев Блэкки. Комбатом официально являлся майор Ксера, летевший с другим полубатальоном, то есть с первой и второй ротами, на нормандском побережье Систершипе Тура. А лететь майор мог за полнеба от нас, пересылая к Эпу Блэкки сообщения и распоряжения. Полный батальон умозглавлял лишь в боевых операциях с участием обоих кораблей. В прочих же ситуациях наш капитан получал распоряжение напрямую от командования флота, дивизии или базы, и у Блэкки всегда был под рукой флот-сержант, сущий волшебник, который здорово упрощал работу и помогал управлять в бою и роты, и полубатальон. У армии, рассеянной на многие световые годы и путешествующей на сотнях кораблей, очень непростая административная жизнь. Я летал на стороне Вэлли Форджа, потом на Роджере Янге, а теперь на Туре, и все это время я числился в одной и той же части, в третьем полку, баловне судьбы, первой дивизии, полярная звезда, мобильный пехот. В операции «Жучинный дом» участвовал третий полк двухбатальонного состава, но я его так и не увидел во всей полноте. В поле моего зрения попали только рядовой первого класса «Бамбургер» и «Арава» «Жуков». В рядах баловней судьбы я мог бы получить офицерское звание, заматереть и дотянуть до пенсии, так и ни разу не встретившись с нашим комполка. Усорвиголов был родный, но он летал с первым взводом с шершнями на другом корвете. Я даже его фамилии не знал, пока не увидел ее на бланке моего отправления в офицерскую школу. У нас есть легенда о потерянном взводе. Пока он находился на санаторно-курортном учреждении, его корвет вывели в резерв, ротного повысили в звании, другие взводы раскидали по разным транспортам. Я не в курсе, как сложилась судьба командовавшего этим взводом лейтенанта, но знаю, что офицеров часто выдергивают с отдыха до срока. Теоретически их положено заменять, но сменщики, они всегда в дефиците. Говорят, целый местный год взвод расслаблялся в злачных заведениях на Черчилль-Роуд, пока начальство не хватило из пропажи. Байка, конечно, хотя чего только не бывает на этом свете. На моих служебных обязанностях умерзаться у Блэйки сильно сказывалась хроническая нехватка офицеров. В мобильной пехоте командиров меньше, чем в любом известном истории роде войск, и это обусловлено спецификой нашего дивизионного клина. Дивизионный клин — это выражение из военного жаргона, у него простой смысл. Допустим, в вашем распоряжении 10 тысяч солдат. Сколько из этого числа сражаются на переднем крае? И сколько чистят картошку, водят грузовики, считают гробы и заполняют бумаги? В мобильной пехоте дерутся все 10 тысяч. В войнах 20 века участвовали огромные армии, где на 10 тысяч бойцов порой приходилось 70 тысяч обслуги. Это научный факт. Не спорю, без помощи флота мы не могли бы добраться до поля боя. Однако даже на корвете ударное подразделение мобильной пехоты как минимум втрое больше, чем его экипаж. Еще для нашего обеспечения обслуживание привлечены гражданские. В любое время порядка 10% личного состава нашего корпуса находится на отдыхе, и некоторое количество пехотинцев, лучших из лучших, по ротации отправляются в учебки для несения инструкторской службы. Буквально горстка мобильной пехотинцев занимается бумажной работой, и при встрече с таким столоначальником вы обязательно убедитесь, что у него не комплект рук или ног или чего-нибудь еще. Вояки, вроде сержанта Хо или полковника Нильсона, добровольно в отставку не уходят. И прекрасно, что такие люди у нас есть. Иначе пришлось бы держать здорового офицера или солдата на рутинной работе, требующий боевого духа, но не физического совершенства. Наши славные коллеги делают то, что не по силам гражданским. Будь иначе, вместо них трудились бы вольнонаемные. Гражданский, он же как тот рак на безрыбье, не для всякой работы годен. Бывают и рукастые, и головастые, но откуда им взять боевой дух? Это редкий товар, и за деньги его не купишь. Весь боевой дух, что есть у нас, мы используем с максимальной пользой. В истории человечества мобильная пехота самая маленькая армия относительно количества населения, которое она защищает. Мобильного пехотинца нельзя добыть ни за деньги, ни по призыву, ни по принуждению. Его даже нельзя удержать в строю, если он захочет уйти. Он может скиснуть за полминуты до десантирования и отказаться от посадки в капсулу. Его за это не расстреляют, а всего лишь уволят без права голосовать на выборах. В школе кандидатов офицеры нам рассказывали об армиях, в которых с солдатами обращались, как с рабами на галерах. Но мобильный пехотинец свободный человек, и то, что им движет, находится у него внутри. Он уважает себя и нуждается в уважении товарищей по оружию. Он гордится тем, что сражается в их рядах. Это моральное состояние бойца. Это дух войскового единства. Работают все и воюют все. Вот он, корень нашего боевого духа. В мобильной пехоте бесполезно хлопотать, подмазывать и тянуть за ниточки, чтобы устроиться в теплое и безопасное местечко. Таких местечек для нас не существует. Ну, конечно, пехотинец своего не упустит. Любой салага, имеющий хоть каплю мозгов, изобретет причину не драить переборку или не грузить припасы. Сачковать это древнее право солдата. Все теплые и безопасные местечки заняты гражданскими. А сачок-пехотинец в десантном трюме твердо знает, в бой пойдут все, от рядового до генерала. Пусть не сегодня, пусть в световых годах отсюда, без разницы. Важно лишь то, что никто не останется на борту. Поэтому в капсулу он забирается с легким сердцем, хотя и не всегда осознает причину своего оптимизма. И если однажды мобильная пехота откажется от этого принципа, долго ей не протянуть. Ведь нас удерживает вместе одна единственная идея. Да, она крепче стали, но стоит ей дать малейшую трещину и прощай, волшебная прочность. Только благодаря закону работают все и воюют все, наш род войск обходится столь малым количеством офицеров. Я все это знаю не потому, что специально интересовался. Просто как-то на занятии по военной истории я задал глупый вопрос и нарвался на задание, которое потребовало перечитать кучу книг от записок о гальской войне Цезаря до крушения золотой гегемонии Циня. Возьмем дивизию мобильной пехоты в полном составе. Хотя таковая она бывает исключительно на бумаге, конечно. Сколько там офицеров? Приданные подразделения из других родов войск не учитываем, они воюют редко и кадровый состав там другой. Например, обладатели особых талантов, зачисляемые в службу логистики и связи, поголовно получают офицерские звания. И если такой везунчик мнемонист, телепат, сенситив, радуется, когда я отдаю ему честь, то и я радуюсь. Его ценность гораздо выше моей, и мне не принести столько же пользы, проживи я хоть 200 лет. Или возьмем кинологическую службу. Там 50% офицеры. Зато все нижние чины не псы. Никто из этих приданных не имеет отношения к нашей организационно-штатной структуре. Так что давайте рассмотрим только нас, обезьян, и то, что нами движет. Полнокровная дивизия — это 10800 солдат в 216 взводах, которым командуют лейтенанты. Три взвода — рота. Во главе роты — капитан. Всего капитанов 72. Четыре роты — батальон. Для батальонов требуется 18 майоров или подполковников. Шесть полков шестью полковниками сведены в две-три бригады. Бригадами командуют бригадные генералы, а на самом верху стоит генерал-майор. Получается 317 офицеров, а весь штат 11 117 человек. За штатом никого не держат каждый офицер на командной должности. Всего офицеров 3%, но это в идеале. На самом деле большинство взводов командуют сержанты, а офицер зачастую и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Ведь штабную работу тоже кто-то должен выполнять. У каждого взводного есть свой штаб с замком взвода. При необходимости взводный может обойтись без своего замка, а замок без взводного. А вот генералу без штаба никак. Очень уж много народу пляшет под его дудку. В дивизии должен быть большой планирующий штаб и маленький боевой. Офицеров всегда не хватает, поэтому планирующий штаб состоит из командиров подразделений, летающих на флагманском транспорте, а выбирают на такие должности лучших знатоков математической логики. На грунте эти люди занимаются своими подразделениями. Генерал высаживается вместе с боевым штабом и небольшой свитой из бывалых и толковых пехотинцев. Их задача оберегать процесс управления боем от грубого чужого вмешательства. И иногда им это удается. Помимо вынужденного участия в штабной деятельности, любое подразделение крупнее взвода должно иметь заместителя командира. Но офицеры вечно в дефиците, поэтому мы обходимся тем, что есть. Чтобы заполнить все необходимые командные должности и снять с начальника дополнительную нагрузку нужно иметь в дивизии 5% офицеров, а мы располагаем только тремя. В прошлом многие армии вместо этого 5% оптимума производили в офицеры 10% своего личного состава, было и 15, а иногда доходило до 20, как ни абсурдно выглядит такая цифра. Это звучит как байка, но в 20 веке такое не было редкостью. Но что это за армия, в которой офицеров больше, чем капралов, а унтер-офицеров больше, чем рядовых? Да она изначально обречена на поражение, если только история нас чему-то учит. Раздутый штат, избыточные инстанции, заорганизованность, все это вредит боеспособности. Чем больше такого балласта, тем меньше солдат, которые действительно будут воевать. Эти офицеры, которые не командуют боевыми подразделениями, чем они занимаются. Разумеется, всякой ерундой. Заведующий офицерским клубом, ответственный за моральное состояние личного состава, специалист по связям с общественностью, начальник отдела санаторно-курортного обеспечения, инструктор по физической подготовке, начальник транспортной службы, военный юрист, капеллан, помощник капеллана, младший помощник капеллана, дежурный по тому или сему, даже комендант детсада. В мобильной пехоте такие обязанности распределяются между боевыми офицерами. Если же работа требует полноценной должности, и та будет введена, и пехотинец на ней справится лучше и обойдется дешевле, чем гражданский специалист, не говоря уже о том, что наем штатских это деморализующий фактор для бойца. В 20 веке кабинетные гусары настолько расплодились в одной из великих держав, что пришлось вводить специальные знаки различия для настоящих офицеров, которые командовали войсками в бою. По ходу войны росла и нехватка офицеров, потому что в командном составе всегда был высокий процент потерь. К тому же в мобильной пехоте никогда не практиковалось производство офицеры только ради заполнения вакансий. Каждое военное училище за определенный срок выпускало определенное число офицеров, и повысить эту квоту, не понизив одновременно качество подготовки было невозможно. Нам на туре полагалось 13 офицеров, 6 командиров взводов, двое ротных, два замком роты, командир полубатальона, его заместитель и адъютант. А было всего лишь 6, не считая меня. Вот как выглядело управление нашего штурмового полубатальона. Командир полубатальона капитан Блэкстоун, помощник командира полубатальона флот-сержант, рота Си Росомахи Уоррена, первый лейтенант Уоррен, первый взвод первый лейтенант Байон, второй взвод второй лейтенант Сукарна, третий взвод второй лейтенант Нган, рота Ди Мерзаци Блэйки, капитан Блэкстоун, первый взвод первый лейтенант Сильва, второй взвод второй лейтенант Хорошен, и третий взвод второй лейтенант Грэм. «Я бы служил под началом у лейтенанта Сильвы, не отправься он в день моего прибытия на лечение. Что-то было с мышечными спазмами. Но это вовсе не означает, что его взвод должен был достаться мне в наследство». Временный третий лейтенант не рассматривался как потенциальная замена. Капитан Блэкстоун мог отдать меня в подчинение лейтенанту Байану, а на первый взвод поставить сержанта или даже поиграть на дуде, то есть самому возглавить этот взвод. Вообще-то, был и сержант, и дуда, и я во главе первого взвода мерзавцев. У Росомах капитан позаимствовал лучшего сержанта на роль полубатальонного штабника, а своего флот-сержанта сделал замком в первом взводе, то есть понизил в должности на две ступеньки. Потом капитан Блэкстоун очень доходчиво мне объяснил. В штате воинской части я теперь фигурирую в качестве взводного, а на самом деле командует взводом сам Блэкки и флот-сержант. Смогу ли я двигаться дальше, это будет зависеть от качества моей службы. Мне даже позволят управлять взводом бою до первой жалобы ротному от взводного сержанта. «Ну что, все правильно. Взвод мой, пока я держу его в руках. А если я не справлюсь, меня отодвинут. И так будет лучше для всех. Я, по крайней мере, нервы сохраню, им не на пользу сомнения в том, что мое командование приведет к победе, а не к разгрому». К работе я отнесся со всей ответственностью, ведь это был мой первый взвод, пусть даже и номинально. Но я тогда еще не умел делегировать полномочия. В первую неделю среди рядовых я провел куда больше времени, чем это нужно для пользы дела. Наконец, меня вызвал Блэкки. «Сынок, а чем ты там занимаешься, а?» Я неловко ответил, что стараюсь подготовить взвод к операции. «Да неужели?» «А ничего страшного, что результат обратный. Ты расшевелил диких пчел в дупле. Я тебе дал лучшего сержанта в корпусе. Ты не догадываешься, для чего?» «Так, дорогой, ступай к себе в каюту. Там есть крючок. Повиси-ка на нем. А когда просигналят к бою «Готовься», замок передаст тебе взвод, настроенный как скрипка маэстро. «Как прикажет капитан», мрачно ответил я. «Теперь второй пункт. Я не уношу, когда офицеры ведут себя точно за турканые кадеты. В моем присутствии, что без этих дурацких обращений в третьем лице. Прибереги их для генералов и шкипера. Руть выпячивать, щелкать каблуками тоже ни к чему. Офицер должен быть всегда расслаблен». «Ясно, сэр». «Пункт третий. На этой неделе ты сказал, сэр, в последний раз. Козырять тоже не надо. Сними с лица кислую кадетскую мину и надень улыбку. «Да-с...» «Хорошо. Ну, так-то лучше. Ну-ка, прислонись к переборке. Почешись, зевни. Ты живой человек, ты не оловянный солдатик». Я попробовал и глупо ухмыльнулся, убедившись, как непросто избавиться от укоренившейся привычки. Оказывается, стоять, прислонившись к стенке, куда труднее, чем тянуться в стронку. Капитан Блэкстоун молча следил за моими потугами. «Тренируйся», сказал он. «Офицер не должен выглядеть испуганным или напряженным. Это заразно». «А теперь скажи-ка, Джонни, в чем реально нуждается твой взвод?» «Пропустяки не надо. Мне неинтересно во всех лишь шкафчиках уставное количество носков». Я лихорадочно зашевелил мозгами. «Хм...» «Известно ли вам, что лейтенант Сильва собирался дать Брамби сержанта?» «Известно». «Твое мнение». «В личном деле же не отмечено, что вот уже два месяца Брамби исполняет обязанности командира секции и никаких нареканий. Я имел в виду рекомендацию. Дас виноват. Я не видел, как он работает на грунте, поэтому не могу оценивать объективно. В десантном трюме все герои. Но я считаю так, он слишком давно на временной должности, и теперь его нельзя опустить на предыдущую ступеньку. «Надо либо дать Брамби перед высадкой третий шеврон, либо по возвращении отправить его в пункт приема и пополнения. Причем, как можно скорее». «Ух и щедрый же третий лейтенант пошел», проворчал Блыки. «Моими мерзавцами так разбрасываться?» Я залился краской. «И все же это слабое звено во взводе. Нужно повысить Брамби или отослать с первым же встречным транспортом, не возвращая на прежнюю должность, иначе парень скиснет, и от него будет малу проку». «Не можем дать шеврон, значит, надо перевести». «Для Брамби это не унижение, а реальный шанс стать сержантом в другой команде». «Здесь же тупик». «В самом деле, если Блэки и иронизировал, то лишь самую малость». «Ладно, спасибо за столь компетентный анализ». «Ну а теперь напряги-ка от дедуктивного мышления». «И объясни мне, почему лейтенант Сильва не отправил Брамби в пункт приема пополнения три недели назад, когда мы встали на орбиту заповедника». Я поразмыслил над услышанным. Решив расстаться с подчиненным, командир должен был сделать это при первой же возможности и без предупреждения. Наставление утверждает, что так будет лучше для всех. И для начальника, и для переводимого, и для подразделения». Я медленно проговорил. «Капитан, а в то время лейтенант Сильва уже болел? Нет». У меня сложилась картинка. «Капитан, я предлагаю безотлагательно повысить Брамби». У Блэкстоуна взлетели брови. «Минуту назад ты предлагал от него избавиться, как от балласта». «Ну, не совсем так». Я говорил «или-или», но сам не знал, какой вариант правильный. «А теперь знаю». «Продолжай». «Очевидно, лейтенант Сильва толковый командир». «Толковый?» «Хм». «К твоему сведению, в форме 31 у нашего шустрого Сильвы по всем позициям одинаковая аттестация. Отлично. Рекомендуется к повышению». «Ну, что он толковый, понятно хотя бы потому, продолжал я, что мне достался хороший взвод. Почему такой капитентный офицер не повысил подчиненного? Причины могут быть самые разные, но с сомнениями Сильвы, изложенным в письменном виде, и я не ознакомлен. Если он не порекомендовал произвести Брамби в сержанты, то по логике не хочет держать его в команде. Следовательно, он должен был убрать его с корабля при первой же возможности, но он не убрал. Получается, он все-таки собирался повысить Брамби. Но тогда мне непонятно, почему он не сделал этого три недели назад, чтобы на заповеднике парень носил сразу уже три шеврона? Капитан ухмыльнулся. «Это потому, что ты не считаешь меня толковым офицером?» «Сэр». «Виноват». «Неважно. Ты понял главное, кто Малиновку убил. И я не жду от желторотого кадета, что он мигом постигнет секреты нашей кухни. Слушай, сынок, и мотай на ус. Пока не закончится война, никогда никого не повышай на пути к базе». «А почему, капитан?» «Ты сказал, что если не повысить Брамби, надо отправить его в пункт приема пополнения. Но ведь если бы мы его повысили три недели назад, ему бы пришлось там побывать. А знаешь, какие хватки ребята в отделе младшего комсостава? Ты взгляни в папку с разнарядками. От нас прямо сейчас требуют двух сержантов для инструкторской службы. Но у меня нехватка личного состава. «Взводный сержант убыл в офицерскую школу. Место бак сержанта вакантно. Так что я праве отказаться». Он недобро углубнулся. «Сынок, это грязная война. Твои же товарищи по оружию так и норовят умыкнуть у тебя лучшие кадры». Капитан вынул из стола два листа бумаги. «Читай». Сначала я прочел служебную записку Сильвы. Он предлагал капитану Блэке произвести Брамби в сержанты. На ней стояла дата месячной давности. А второй лист свидетельство о призвоении звания. Капитан подписал его на следующий день после нашего отлета с заповедника. «Устраивает?» спросил он. «А, ну, тогда, конечно, да. Я ждал, когда ты найдешь во взводе слабое взвено и объяснишь мне, что нужно делать. С задачей ты справился, хотя опытный офицер разобрался бы куда быстрее, посмотрев штатное расписание и личные дела. Не расстраивайся. Опыт дело наживное. Давай-ка напиши мне служебную записку как Сильва и поставь вчерашнее число. Через взводного сержанта передай Брамби, что ты его представил к третьему шеврону, а Сильву не упоминай. Будто мы не знали, что лейтенант уже давно решил повысить парня. А я, когда выдам Брамби свидетельство, сообщу, что оба его командира рекомендовали его независимо друг от друга и человеку будет приятно. Вопросы? Есть вопрос. Не по организации. Если только лейтенант Сильва не планировал повысить Найди, зама Брамби, в этом случае нам бы стоило дать Ланс Капрала кому-нибудь из рядовых первого класса. Тогда бы появилась возможность повысить четырех рядовых до первого класса, три вакансии у нас уже есть. Я не знаю, стараетесь ли вы держать штат полностью укомплектованно. Может выйти так, мягко заговорил Блэки, что кое-кто из этих парней недолго будет радоваться повышению. Позволь тебе напомнить, мы, мерзавцы Блэки, не повышаем рядового до первого класса, пока он не побывает в бою. Реши вопрос с твоим взводным сержантом и дай мне знать. Это не горит, так что заходи сегодня вечером в любое время до отбоя. Что-нибудь еще? Да. Капитан, мне не нравится ситуация со скафандрами. И мне она не нравится. Она не нравится всем взводам. Насчет других взводов я не знаю, я скажу за мой. У нас пять новых скафандров для салак, четыре только что из ремонта, два на этой неделе списаны и мы ждем замену со склада. Я не представляю себе, как Кунья и Навара успеют разогреть такую уйму. А ведь у них еще один сорок один скафандр на плановом тестировании. И уложиться надо в расчетный срок. И даже если не возникнут новые проблемы, они обязательно возникнут, потому что по-другому не бывает. Да, капитан, но только на разогрев и отладку нужно двести восемьдесят шесть человека-часов плюс сто двадцать три на регламентную проверку. А времени всегда уходит больше. Ну и что же, по-твоему, можно сделать? Если другие взводы управятся раньше срока, они вряд ли откажутся тебе помочь, в чем я лично сомневаюсь. И не вздумай просить помощи у росомах, скорее всего, это нам придется им помогать. Э-э-э, капитан, мне сложно понять, как вам видится ситуация со скафандрами, тем более, что вы приказали лишний раз не соваться в расположение взвода, но в бытность мою капралом я занимал должность помощника сержанта, ответственного за вооружение и экипировку. Продолжай. Может, и не совсем по праву занимал, я ведь не учился на спецапам отчасти, но тот сержант был мною доволен. Если разрешите, я возьму на себя разогрев новых скафандров или отладку старых, а у Куни и Навары появится время для возникающих проблем. Блэки откинулся в кресле. Сынок, я тщательнейшим образом изучил наставление и нигде не прочел, что офицеру нельзя пачкать руки. Улыбнувшись, он добавил, об этом я упоминаю по той единственной причине, что кое-кто из молодых джентльменов, побывавших здесь, пытался спорить, апеллируя к этим наставлениям. Ладно, найди себе комбинезон, не обязательно морать форму заодно с руками, вступай в корму, сообщи взводному сержанту насчет Брамби и вели подумать, кем заполнить дыры, если я соглашусь с твоим предложением. Еще скажи, что ты теперь по уши в матчасти и все остальное на нем. Появятся вопросы, пусть идет к тебе в оружейку. Не упоминай, что я тебя консультировал, просто распорядись. Понятно? Так точно, да, понятно. Вот и хорошо, приступай, будешь проходить через игральный зал, передай мое почтение Рыжику и пусть он сейчас же тащит сюда свою ленивую тушу. Следующие две недели я трудился как никогда в жизни. Мне даже в учебке не приходилось настолько круто вкалывать. На обслуживание матчасти я тратил десять часов в сутки. Какое-то время я уделял математике, отказаться от занятий со шкипером было невозможно. Завтрак, обед, ужин, еще полтора часа, плюс минимальное жизнеобеспечение, бритье, мытье, застегивание пуговиц, беготня за корабельным оружейником. За десять минут до построения он, наконец, откроет прачечную и позволит забрать чистые мунтиры. На флоте действует неписанный закон. Хозяйственный отсек, в который тебе нужно срочно попасть, обязательно должен быть на замке. Обход постов, строевой смотр, проверка жилых помещений и прочая рутина — это еще час. Ко всему прочему, я еще был Джорджем. В каждой части имеется Джордж, самый младший офицер для самых разных поручений. Физподготовка, почтовая цензура, спортивное судейство, обеспечение учебного процесса, помощь в заучном образовании, досудебное расследование воинских преступлений, касса взаимопомощи, вещевой склад, хранение секретной документации, дежурство по солдатской столовой и так далее до умопомрачения. Таким Джорджем был рыжий Грэм, пока он не скинул на мои плечи весь этот груз. Не скажу, что он здорово обрадовался, когда я потребовал натуральной инвентаризации всего, что собираются на меня повесить. Он даже высказал то меня заставит образумиться прямой приказ. Тогда я сделал каменное лицо и заявил, приказ будет принят только в письменном виде и вместе с заверенной копией. Ее я передам командиру части, оставив оригинал себе. Рыжик бушевал, но сдался. Даже среди вторых лейтенантов не найдется идиота, способного писать такие приказы. Я не злорадствовал. С Рыжиком мы делили каюту, и он помогал мне с математикой. Тем не менее, инвентаризация была проведена чин-чином. Лейтенант Уоррен отругал меня за дурацкий формализм, но открыл сейф и дал мне проверить секретные материалы. Капитан Блэкстоун открыл сейф без комментариев. Я так и не понял, одобряет он мою затею или осуждает. Секретные материалы были в порядке, чего нельзя сказать о наличном имуществе. Бедный Рыжик. Он-то в свое время подписал акт без проверки, а его предшественник не просто отбыл, а погиб. Рыжик провел бессонную ночь, впрочем и я тоже, а утром пошел к Блэке каяться. Капитан устроил ему зверскую выволочку, затем прошелся по списку недостающего имущества и нашел способ списать большую часть, как утраченную в ходе боевых действий. Теперь недостача но Блэке оставил его материально ответственным и таким образом отодвинул выплату недостачи на неопределенное будущее. Я не буду сгущать краски и утверждать, что обязанности Джорджа доставляли только головную боль. При мне не случилось ни одного суда, в хорошей боевой части их и не бывает. Цензурировать почту не приходилось, потому что корабль шел на черенковской тяге, по той же причине не открывалась касса взаимопомощи. Физподготовку я доверил Брамби. Судействовал на состязаниях от случая к случаю. Особенно мне нравилось дежурство по столовой. Я утверждал меню и иногда инспектировал камбус, то есть, проработав допоздна в оружейке, прямо в комбинезоне заходил к поварам и выпрашивал сэндвич. Помощь заочникам подразумевала бумажную возню, поскольку довольно многие, несмотря на войну, продолжали учиться. Но тут я делегировал полномочия моему взводному сержанту и его писарю, рядовому первого класса. Тем не менее, обязанности Джорджа съедали ежесуточно порядка двух часов. Очень уж много их было, этих обязанностей. Давайте посмотрим, из чего складывались мои сутки. Десять часов на работу со скафандрами, три на математику, полтора на прием пищи, час на личной надобности, час на заботы о взводе, два на хлопоты Джорджа, восемь на сон, итого двадцать шесть с половиной часов. А между тем, мы даже не жили по времени заповедника, где в сутках двадцать пять часов. Уже в момент старта мы перешли на гринмический стандарт и универсальный календарь. Так что справляться с работой я мог только за счет сна. Однажды, примерно в час ночи, когда я корпел над математикой, в игральный зал вошел Блэкстоун. Я сказал «Добрый вечер, капитан». «Ты, наверное, хотел сказать «Доброе утро, сынок». «Что с тобой? Ты уже не прихворнул ли? Бессонница?» «Да нет, все в порядке». Он взял со стола кипу бумаг, полистал и проворчал. «А что, сержант не может заняться твоей канцелярией? Иди спать». «Капитан, но отставить». «Сиди, Джонни, я хочу с тобой поговорить». «Я заметил, что ты здесь по вечерам не появляешься. Как ни пройду мимо твоей каюты, ты за столом, а когда сосед укладывается, ты перебираешься сюда. В чем дело?» «Ну, мне просто времени не хватает. Его всем не хватает. Что со скафандрами?» «Все отлично. Я думаю, успей». «Я тоже так думаю». «Сынок, нужно иметь чувство меры. У тебя две основные обязанности. Первая — обеспечить исправность экипировки твоего взвода, и с этим ты справляешься. На самом взводе не беспокойся, на это у тебя есть мое специальное разрешение. Вторая обязанность не менее важна самому быть готовым к бою, а с этим у тебя плохо. Я готов, капитан. Не мери чепухи. Ты не досыпаешь и не занимаешься физу. Разве так готовиться к высадке? «Сынок, тебе предстоит управлять в бою взводом, и ты должен быть в отличной форме. С этого дня ты тренируешься с 18.30 до 20.00. В 11.00 вечера по отбою в койку. И если ты не уснешь за четверть часа две ночи подряд, обратишься к врачу. Это приказ». «Ясно, сэр». Переборки как будто сдвинулись, резко сократив мое жизненное пространство, и я в отчаянии взмолился. «Капитан, как я могу отбиваться в 11.00 и при этом все успевать? Значит, ты не будешь успевать. Сынок, я же говорю, тебе нужно иметь чувство меры. Ну-ка, расскажи мне, как ты расходуешь свой день?» Я рассказал. Блэкстон кивнул. «Ну, так я и думал». Он поднял лист с моим домашним заданием по математике и сунул его мне под нос. «Взять хотя бы это. Это очень, конечно, похвально, что ты хочешь подтянуть математику. Но зачем так упахиваться перед операцией?» Я думал. «Ну, а что тут думать? У тебя четыре перспективы и благополучное завершение стажировки это только одна из них. Во-первых, не исключено, что ты купишь ферму. Во-вторых, есть шанс получить ранение и отправиться в почетную отставку. В-третьих, можно остаться целым и невредимым, но заполучить в форму 31 плохую отметку от экзаменатора, то есть от меня. Именно на это ты сейчас и нарываешься. Сынок, с красными от недосыпания глазами и вялыми от сидящей жизни мышцами ты не будешь допущен к высадке. Четвертый вариант. Ты берешь себя в руки. Только в этом случае я рискну и позволю тебе командовать взводом на грунте. Надеюсь, ты покажешь лучший результат с тех пор, как Хилл рубился с Гектором, и я одобрю твое производство. Кстати, только в этом случае тебе придется сдавать математику. И ею ты займешься по пути домой, если жив останешься. Со Шкипером я договорюсь. От прочих второстепенных обязанностей ты с этой минуты свободен. Не научишься делать самое главное в первую очередь, не добьешься ничего в жизни. Иди спать. Через неделю состоялось рандеву. Выскочив из Черенковского пространства, мы остаток пути преодолели накатом на околосветовой скорости. Корабли и эскадры тем временем обменивались с сигналами. Нам прислали инструкции, решения на бой, задачи, приказы, текст размером с добрый роман. Но не велели прыгать. То есть мы примем участие в операции, но это будет что-то вроде увеселительной прогулки. Нас, как господ, покатают в уютных эвакуационных шлюпках. А что еще остается, если Федерация уже выполнила нашу работу? Вторая, третья и пятая дивизии мобильной пехоты заняли территорию и обошлось им это недешево. Приобретенная недвижимость выглядела не сказать, что впечатляюще. Планета П, меньше Теры, гравитация на ее поверхности 0,7 от стандарта. Это было почти сплошь океан, вроде нашего северного ледовитого, и скалы с лишайниковой флорой. Фауна вообще не заслуживает упоминания. Воздух годился бы до дыхания, не будь он отравлен закисью азота, да и озона в нем было слишком много. Континент один-единственный размером с половину Австралии и еще обильная россыпь бесполезных островов. Пожелаем и освоить эту планету, трудов и ресурсов понадобилось бы не меньше, чем на терраформирование Венеры. Впрочем, мы прилетели не для того, чтобы столбить участки под распашку или застройку. Раньше нас там поселились жуки, которые, по мнению нашего штаба, строили нехорошие планы в отношении человечества. Нам сообщили, что планета П это вражеская база, построенная на 87%, плюс-минус 6, и когда жуки закончат, они нанесут с нее удар. Поскольку сама по себе планета не представляла ценности, напрашивался рутинный вариант, чтобы флот с безопасной дистанцией сделал уродливый сфероид совершенно необитаемым как для людей, так и для жуков. Но у главнокомандующего возникла другая идея. Нам предстояло совершить внезапный налет. Скажете, верхней лепости назвать так битву с участием сотен кораблей и потерей тысяч людей? Тем более, что флот с уймой наших пехотинцев уже давно проник на многие световые годы в жучейный космос, отвлекая противника от укрепления планеты П. Но наш главнокомандующий не зря расходовал силы и средства. Этот массированный налет должен был решить судьбу войны. Кто в ней победит, закончится ли она в следующем году или лет через тридцать, вот какие стояли вопросы. И нам было позарез, нужно лучше изучить противника. Необходимо ли для победы полностью очистить от жуков галактику, истребив их до последней особи, или можно найти какой-нибудь другой способ. Об их мышлении мы знали тогда не больше, чем о мышлении термитов. Чтобы добыть необходимые сведения о психологии врага, раскрыть его мотивацию, выяснить, ради чего он воюет и в каких обстоятельствах воевать перестанет, необходимо было контактировать с ним. Корпусу психологической войны требовались языки. Брать в плен рабочих нетрудно, но они в сущности одушевленные машины. Обездвиж такого жука, спалив ему несколько ног, и он твой. Да только он скажет тебе не больше, чем любой наш трудяга с фабрики, где все решает директор. Правда, из таких языков наши профессора ухитрились вытянуть немало важной информации. К примеру, проанализировав биохимию воинов и рабочих, они изобрели тот самый смертельный для них маслянистый газ. Создали они и другие виды эффективного оружия, применявшиеся еще в бытность мою рядовым пехотинцам. Однако для победы этого недостаточно. Чтобы выяснить, ради чего воюют жуки, необходимо изучить представителей их мыслящей касты. А еще мы надеялись обменять пленных. На тот момент ни одного мозговитого жука не удалось взять живым. Мы либо вычищали их колонию, оставаясь на поверхности, как это было на Шиоле, либо, что случалось увы слишком часто, наши отряды спускались в норы и не возвращались назад. Так мы потеряли немало смельчаков. но еще погибло при неудачных эвакуациях. Иногда солдаты оставались на грунте, потому что противник уничтожал в небе шлюпки. Что случалось с этими подразделениями? Возможно, они погибли все до последнего бойца, или у них закончились боеприпасы и уцелевших солдат взяли в плен. С такой же легкостью мы берем опрокинутую на спину букашку. От наших союзников скинов мы знали, что многие пропавшие пехотинцы живы. Мы надеялись, что в плену их тысячи, насчет сотен мы были точно уверены. По данным разведки, захваченных бойцов свозили на календату. Не меньше, чем мы, жуками, жуки интересовались нами, биологическим видом, состоящим из индивидуальностей и при этом способным создавать города, корабли и вооруженные силы. Вероятно, для цивилизации муравейника для человечества. Как бы там ни было, мы хотели вернуть наших пленных. Если исходить из суровой логики, по которой живет Вселенная, это слабость. Возможно, однажды какая-нибудь космическая раса, никогда не видевшая смысла в спасении индивидуума, воспользуется этим нашим изъяном и уничтожит человечество. У точьих эта слабость проявлялась лишь едва, у жуков мы ее и вовсе не замечали, и уж точно никто не видел, чтобы арахнит пришел на помощь раненому товарищу. Они всегда показывали безупречную слаженность в бою, но солдата, утратившего боевую ценность, без малейших колебаний бросали на произвол судьбы. Мы живели себя совершенно иначе. Разве редкость в нашей прессе вот такие заголовки двое взрослых погибли, пытаясь вытащить из воды тонущего ребенка. Заблудится в горах человек, искать его отправляются сотни, и порой двум-трем спасателям это стоит жизни, но в следующий раз добровольцев не будет меньше. Печальная арифметика, но зато очень человеческая. Она в нашем фольклоре, она во всех религиях, она в литературе, в убежденности любого народа, что человек сам по себе важен, и нельзя стоять за ценой, когда речь идет о его жизни. Слабость? А может быть, это уникальная сила, помогающая нам покорять галактику? Но чем бы это ни было, жуки этим не обладают. Мы не видели ни малейшего шанса обменять солдат на солдат. Но должны же быть в муравьинной структуре касты более ценные, чем другие. На этом допущении и строили расчет люди из корпуса психологической войны. Если удастся добыть целым и невредимым жука-мыслителя, появится веский повод для переговоров. А если посчастливится захватить царицу? Интересно, что за нее можно выторговать? Полк пехоты? Этого не знал никто. На боевой приказ требовал любой ценой пленить особь высшего уровня. Именно с целью ее на людей. Третьей задачей операции «Аристократия» была отработка тактических приемов. Как проникать вглубь планеты, как выкуривать жуков, как их побеждать без помощи оружия массового уничтожения. мобильная пехота громила противника на поверхности планет, этому мы научились. В битвах космических кораблей потихоньку одерживал верх наш флот. Но мы не могли похвастать победами в пещерной войне. Если обменять пленных не удастся ни на каких условиях, у нас останутся три варианта. Выиграть войну. Выиграть войну и попытаться при этом спасти товарищей. Погибнуть, пытаясь их освободить, а значит проиграть. Планета П это полигон, на котором мы научимся уничтожать жуков в их норах. До сведения каждого пехотинца довели его задачу, а затем инструктаж был повторен в ходе гипноподготовки. Теперь мы знали и то, что будем сражаться под землей ради вызволения наших сослужитцев и то, что на планете П их не может быть, поскольку мы на нее еще не нападали. А следовательно, не нужно геройствовать, медаль за спасение своих тут не заработаешь. Предстоит всего лишь очередная охота на жуков, разве что с применением больших сил и новейшей техники. Мы собирались очищать планету как луковицу, пока не убедимся, что выкопали всех жуков до единого. Флот обстреливал острова и незанятую противником часть континента, пока эти территории не покрылись сплошной радиоактивной коркой. Теперь мы могли разобраться с жуками, не опасаясь за свой тыл. Вдобавок линкоры стали на низкие орбиты, чтобы поддерживать нас огнем, сопровождать транспорт и наблюдать за планетой на тот случай, если жуки где-нибудь выберутся на ее остекленевшую поверхность. Согласно плану боя, мы, мерзавцы Блэки, должны были идти во втором эшелоне. Действуя по приказу командующего или самостоятельно по обстановке мы сменим роту пехотинцам на плацдарме, чтобы защищать там вспомогательные части, поддерживать связь с другими подразделениями мобильной пехоты и дрявить уродливые жученые головы, которые высунутся на поверхность. Мы преспокойно опустились на необороняемый грунт. Я повел взвод короткими прыжками. Блэки с быстротой напуганного зайца рванул к горизонту. Ему надо было встретиться с командиром сменяемой роты, оценить обстановку и изучить местность. Я приказал Кунья, командиру первой секции, выдвинуть бойцов в скафандрах разведчиках, чтобы обозначить передние углы моей зоны патрулирования. Взводного сержанта я послал влево, на встречу с патрулем пятого полка. Нашему третьему полку поручалось удерживать участок 300 миль по фронту в глубину. Отведенный моему взводу прямоугольник 17 миль в ширину и 40 в глубину находился на левом фланге и примыкал к участку пятого полка. За нами высадились росомахи, а справа взвод лейтенанта Хорошена, а уж позади него Рыжик со своими парнями. Наш первый полк уже сменил на позициях полк пятой дивизии. Его участок примыкал с задним левым углом к моему переднему правому. Фронт и тыл, правый фланг и левый. Все это условности для упрощения ориентировки на местности. Согласно плану боя, эта местность делилась на зоны ответственности, как шахматная доска, на клетки, а скафандры типа командир были оснащены приборами для определения местонахождения при передвижении. Настоящего фронта не было, мы просто контролировали территорию. не вописываемый момент, боевые действия велись только в 70 милях справа в нашем условном тылу. Где-то в том направлении, милях в 200, мог находиться второй взвод роты G 2-го батальона 3-го полка, а проще сорвить головы. Хотя с таким же успехом они могли быть в 40 световых годах от меня. Чтобы тактическая организация боя досоответствовала штатному расписанию воинской части, такого на моей памяти еще не случалось. Из плана боя я знал лишь одно. У нас на правом фланге за парнями из Нормандского побережья 2-й батальон. Но этот батальон мог быть взят на время у другой дивизии. Играя в шахматы, маршал никогда не консультируется с фигурами. По-любому мнение о сорвиголовах надо было думать, а исключительно о мерзавцах и о том, что необходимо сделать для них. В настоящий момент можно было не беспокоиться за взвод, он в безопасности, хотя безопасность это весьма условное понятие на враждебной планете. Но прежде чем секция Куньи достигнет дальнего угла, мне нужно переделать кучу дел, а именно найти командира взвода, сменяемого нами на этом участке, обозначить углы и показать их командирам отделения и секций. Установить связь с восемью взводами, которые примыкают к моим бокам и углам. Пять взводов из пятого и первого полков уже на позициях, а три хорошан из мерзавцев, баян и сукарный из росомах на подходе. Самому занять отведенные для меня позиции, разослав парней кратчайшими маршрутами. Последний пункт требовалось выполнить как можно скорее, поскольку десантировались мы колонной, а этот боевой порядок не допускает одновременного распределения стрелков по позиции. Замыкающее отделение Брамби надо было передвинуть на левый фланг и там развернуть. Головное отделение Куньи, находившееся прямо передо мной, растянуть наискось влево, а в промежутке рассредоточатся остальные четыре отделения. Это был наш стандартный тактический прямоугольник и на тренировках в десантном трюме мы научились быстро его формировать. Я скомандовал по каналу, предназначенному для связи с младшими командирами. Кунья, Брамби, пора строиться. Секция один принял, выполняю. Секция два, принял, выполняю. Командиры секции, действуйте и напомните салагам об осторожности. Перед вами много херувимов, не пострелите кого-нибудь ненароком. Я перешел на канал связи с замком взвода. Сержант, как с соседом слева. Порядок, сэр. Он видит меня, я вижу его. Хорошо, но я не наблюдаю маркера в нашей точке привязки. А его нет. Тогда отслеживай движение Кунья. То же касается переднего разведчика. Кто там у нас, Хьюз? И пусть Хьюз поставит этот самый новый маркер. Интересно, почему третий и пятый не установили радиомаркер в моем переднем левом углу. На стыке трех полков. Впрочем, что толку гадать? Проверка приборов слежения за движением. Пелинг 275 12 миль. Сэр, обратный пелинг 9-6 дистанция около 12. Приемлемо. Я еще не нашел нашего клиента, так что выдвигаюсь по максимуму. Присмотри за лавочкой. Найдите его, мистер Рико. Я понесся на предельной скорости, а по дороге переключился на офицерский канал. Черный один, черный один, как слышишь, Херувима Чанга, ответь. Хотелось потолковать с командиром сменяемого взвода, и в неформальной манере пост сдал, пост принял. Пусть он расскажет все как есть, вот тогда будет польза. Увиденное меня не выдушевило. Либо высокое начальство позволило себе чрезмерный оптимизм и решило, что добилось подавляющего превосходства над неприятелем, располагающим здесь только недостроенной базой с малочисленным гарнизоном, либо мерзавцев угрозило приземлиться на минное поле. В первое же мгновение после высадки из шлюпки я насчитал на земле полдюжины бронескафандров. Конечно, я надеялся, что они пустые, они с мертвыми хозяевами, но все равно это слишком большие потери. Вдобавок, я видел на дисплее тактического радара, пока полнокромный взвод, мой собственный, продвигается к выделенной нам позиции, лишь горстка бойцов отходит к точке эвакуации или остается на своих местах. В их передвижениях не наблюдалось никакого порядка. Я отвечал за 680 квадратных миль вражеской территории и хотел изучить ее как можно лучше, прежде чем на ней рассосется или увязнет мой взвод. План боя был построен на новой тактической концепции, которая, мягко говоря, меня шокировала. Мы не будем заваливать жучиные туннели. Блейкин инструктаже сообщил нам об этом с таким видом, будто именно его осенила эта счастливая идея, насомневаясь, что капитан был от нее в восторге. Концепция была простой и, надо полагать, логичной, при условии, что мы можем позволить себе потери. Жуков надо встретить на поверхности и истребить. Мы не будем взрывать пещеры и закачивать туда газ. Пусть арахниды лезут под наши выстрелы. Если у нас и впрямь численное преимущество, то через сутки двое, самое позднее через неделю, противник выдохнется. Планирующий штаб оценил, и не спрашивайте меня как, что жуки потеряют от 70 до 90 процентов своих воинов, прежде чем оставят попытки сбросить нас с планеты. И вот тогда мы приступим к зачистке. Мы спустимся в пещеры, уничтожим последних солдат и попытаемся захватить живьем кого-нибудь из аристократии. Нам известно, как выглядят жуки из мыслящей касты. Мы их видели мертвыми. Правда, только на снимках. Эти существа бегать не способны, их ноги малофункциональны, а раздутое тело содержит в себе главным образом нервную систему. Ни один еще человек не видел царицу, но корпус биологической войны обеспечил нас листовками с ее предполагаемым портретом, отталкивающая вида тварь покрупнее коня и совершенно не способная перемещаться самостоятельно. Кроме думающих жуков и цариц, нам могут встретиться представители других аристократических каст, которые будут вдохновлять своих бойцов на самоубийственные атаки. В плен приказано брать всех, кроме воинов и рабочих. Отличный план, совершенно необходимый и весьма изощренный. На бумаге все очень гладко, но как это будет выглядеть на местности? Для взводного получившего участок размером 17 на 40 миль испещренный незаваленными жучиными норами. Если они впрямь тут имеются, очень хотелось бы получить координаты их всех, да едины. А если их слишком много, тогда я закупорю часть из них, а ребятам прикажу бдительно следить за остальными. Рядовой в скафандре мародер способен контролировать большую территорию, но он не сверхчеловек и у него нет глаз на затылке. Я проскакал несколько миль впереди первого отделения, продолжая вызывать взводного херувимов, иногда переключаясь на их командную частоту и отправляя радиопароль моего маяка и ответчика. Та-ти-та, та-ти-та. Нет ответа. Наконец откликнулся мой начальник. Джонни, хорош шуметь, переходи на конференц-связь. Я подчинился, и Блейки отрывисто объяснил, что не стоит искать взводного херувимов в зоне черной один. Возможно, жив кто-то из унтеров, но командная цепочка разорвана. По уставу кто-нибудь из ниже стоящих должен был занять место выбывшего начальника. Но это правило не работает, когда цепочка теряет слишком много звеньев. Это мне объяснил полковник Нильсон в далеком прошлом, почти месяц назад. Капитан Чанг пошел в бой, имея под началом трех офицеров. Из них остался только один, Эйб Мойс, мой однокашник, и Блейки пытался разобраться в ситуации с его помощью. Этой помощи было кот наплакал. Когда я перешел на конференц канал и назвался Эйб меня принял за своего комбата и приступил к докладу изобилующему подробностями, но совершенно бессвязному и бесполезному. Блейки оборвал его и приказал мне продолжить начатое. Про замену забудь. Теперь надо действовать по обстановке, пока осваиваемся на местности и наблюдаем. Принял, выполняю. Я со всей возможной быстротой двинул в направлении нашей точки привязки, на ходу переключаясь на свой канал. Сержант, что там с маркером? В этом углу его не поставят, сэр. Свежий кратер, примерно шестерка. Я мысленно присвистнул. В кратер шестого размера можно посадить весь наш тур. У жуков припостянуть для нас немало трюков, и когда мы наверху, а противник внизу, надо опасаться фугасных мин. Метательные и реактивные снаряды жуки применяют только против наших кораблей, пока идти в небе. Попадешь на грунте в зону охвата подземной ударной волны, бац, и нет тебя. А если ты в прыжке, ударная волна в воздухе испортит гироскопы, и скафандр станет неуправляем. До сих пор я никогда не видел кратера шире четверки. Считалось, что слишком мощный и жуки не решатся его применять, даже будучи наглохо закупорены. Поставь выносной маяк, распорядился я. Предупреди командиров секций и отделений. Уже сделано, сэр. Пелинг 1,1,0, 1,3 мили. Та-ти-ти. Вы увидите маяк, пелинг от вас 3,3,5. Он говорил с полным спокойствием, как инструктор на учениях. Я же не был уверен, что мой голос не дрожит. На моем дисплее чуть выше левой брови обозначился маяк, тире и две точки. Вижу, вижу, первое отделение Куни уже почти на позиции. Это отделение придется разделить. Нам нужно наблюдать за воронкой. Выровняй тактическую плотность, пусть Брамби возьмет еще 4 мили в глубину. Я мрачно подумал, что вынужден уж слишком тонким слоем размазать масло. И так было 14 квадратных миль на бойца, а теперь ему придется контролировать 17. Между прочим, жуку, чтобы вылезти на поверхность, хватает норы пятиметрового размера. Кратер горячий, спросил я. Кромка красный янтарь. Я туда не заходил, сэр, и не заходи. Держись на безопасном расстоянии, потом я его проверю. Янтарно-красное излучение незащищенного человека убивает моментально. Пехотинец в скафандре может продержаться довольно долго, но если кромка кратера так сильно разогрета, то на его дне у человека вскоре изжарятся глазные яблоки. Скажи Найде, чтобы отправил малоная бьерка к янтарной зоне, надо поставить там прослушку. В первом отделении двое из пяти новичков. Салага, непосредлив, как щенок, ему всюду нужно ткнуться носом. И передай Найде, что меня интересуют в земле вокруг него. Мы не пошлем пехотинцев в нору, зная, что там их ждет кибель от радиации. Но жуков излучение не испугает, если только они увидят шанс добраться до нас. Пусть Найде мне докладывает, в смысле и мне, и тебе. Да, сэр, и взводный сержант добавил, разрешите предложить. Конечно. В следующий раз не проси разрешения, время дорого. Нова расправится с остатком первой секции. Сержант Кунья может отвезти отделение к кратеру и освободить Найде для контроля за прослушкой. Я понял мысль своего замка. Найде, свежеиспеченный капрал, еще ни разу не высаживался в качестве командира отделения. Вряд ли стоит держать его на самом опасном участке зоны Черная 1. Взводный сержант хотел убрать Найде в тыл по той же причине, по которой я решил отправить туда салак. Знает ли он, о чем я думаю? Ведь это мой дублер, и скафандр на нем тот самый, что он носил в бытность свою батальонным штабистам у Блэки. И в его рации на один канал больше, чем у меня. Всего на один, но это канал личной связи с капитаном Блэкстоуном. Не исключено, что канал сейчас включен и командир слушает нас. Взводный сержант явно не одобряет внесенное мною в диспозицию коррективы. И если я не внемлю его совету, в сию же минуту может прозвучать раздраженный голос Блэки. «Сержант, принимайте командование! Мистер Рика, вы отстранены!» Но капрал, которому не дают управлять его отделением, не капрал. А командир взвода, ставший для своего заместителя куклой черевовещателя, это пустой скафандр. Я не усолил эти мысли. Едва они промелькнули в моей голове, последовал жесткий ответ. Я не могу выделить капрала, чтобы он нянчился с двумя молодыми. И сержанта, чтобы он командовал четырьмя рядовыми и лансом. Но отставить возражение, воронки меняют наблюдателей через час. Первому патрулю по проческе двигаться быстрее, комодом фиксировать обнаруженные норы и измерять пеленг на маяк, чтобы командиры секции и взводный сержант и комзвода могли их найти по приближении. Если нор немного, каждую возьмем под наблюдение. Это я решу позже. Да, сэр. На втором заходе надо прочесать местность уже без спешки, частым гребнем и отыскать все оставшиеся норы. Замкомодом работать с инфровизорами, комодом беленговать всех замеченных на грунте пехотинцев и лежащие скафандры. Херуви мы могли оставить раненых. Но без моей команды не задерживаться даже для проверки жизненных показателей. Сначала мы должны разобраться с жуками. Да, сэр. Предложение? Только одно, ответил сержант. Считаю, что подгонялом и на первой проческе искать надо с инфровизорами. Годится? Распорядись. Предложение было дельным. Температура воздуха над поверхностью планеты значительно ниже, чем в жучиных туннелях. В инфокрасном диапазоне воздух, выходящий из замаскированного вентиляционного отверстия, выглядит как фонтан гейзера. Я глянул на дисплей. Кунья и его ребята уже почти на краю. Давай, командую парадом. Выполняю, сэр. Конец связи. Я переключился на общую частоту и поспешил к кратеру. По пути я слушал, как мой замок доводит до всех новый план. Одно отделение первой секции занимается кратером, остальные два идут противоположным курсом. Вторая секция, как задумывалась изначально, разворачивается веером и прочесывает местность, но отведенный ей прямоугольник удлиняется на четыре мили. Организовав движение секции, сержант оставляет их и направляется к первому отделению, которое собралось в воронке. Проинструктировав его, он возвращается к командирам секции. У него будет достаточно времени, чтобы сориентировать их на местности с помощью нашего маркерного радиомаяка. Сержант поработал с четкостью тамбур-мажора на параде, причем управил свои быстрее и потратил меньше слов, чем если бы инструктаж проводил я. Наступать рассыпным строем на пересеченной местности в полной боевой экипировке — это не на плацу маршировать, но и в бою необходима точная координация движений, иначе можно отстрелить голову товарищу. Или в нашем случае дважды прочесать кусок вверенной местности и не осмотреть другой кусок. Следить за всеми этими маневрами помогает радар. Невооруженным глазом командир увидит только ближайших солдат. Я слушал приказы сержанта, а мимо моего лица по дисплею ползли светлячки, выстроившись в четкие линии. Ну, вообще-то они ползли со скоростью 40 миль в час, но на дисплее, вместившем построение 20-ти мильной ширины, движение пехотинцев казалось у Литочи. Я слушался, оставаясь на общей волне. Хотел узнать, как отреагирует взвод, но не узнал. Куни и Брамби передали распоряжение своим и умолкли. Капралы подавали голос лишь в тех случаях, когда обстановка требовала перемен в работе их отделений. Подгонял и в секциях и отделениях, иногда равняли цепь и интервал между солдатами. Рядовые предпочли молчать. Я слышал дыхание пятидесяти человек. Глухой этот шум, похожий на шорох прибоя, прерывался командами, которые звучали только при необходимости и были предельно краткими. Блейки не преувеличивал, обещая, что взвод мне достанется настроенным, как скрипка. Да я тут вообще лишний. Я могу возвращаться на борт, бойцы прекрасно справятся без меня. Возможно, даже лучше, чем со мной. Я же отказался отправить кунью к кратеру. Что, если враг решит прорываться там, а мальчишки не успеют добраться? Как потом оправдываться? Объяснять, что я действовал по уставу? Грош цена офицеру, который сам погибнет по уставу, или по уставу погубит подчиненных, но не выполнит боевой задачи? Интересно, нет ли сорвиголов вакансии бак-сержант? Зона черная 1 напоминала прерию вокруг лагеря имени Курье. Почти вся такая же плоская. Разве что там было немножко растительности. На дуд я радовался, что местность голая. Есть надежда вовремя заметить жука, который решил выбраться из норы. Четырехмильный интервал между солдатами в цепи и шестиминутный между быстрыми волнами. Вот лучшее, что мы могли бы себе позволить при проческе. Это не назовешь достаточной тактической плотностью. Какое место ни возьми, между прохождениями цепей оно 3-4 минуты будет ненаблюдаемым. А за такой срок из самой узкой норы успеет выбраться уйма жуков. Радар, конечно, видит дальше, чем глаз, но различает он куда хуже. К тому же мы не рискнули бы применять дальнобойное оружие неизбирательного действия, потому что перед нами во всех направлениях рассеялись свои. Если вдруг поблизости выскочит жук и возникнет необходимость шарахнуть по нему чем-нибудь убойным, следует подумать о том, что за этим жуком запросто может оказаться пехотинец. Данное обстоятельство резко сокращает дальности выстрела и мощность боеприпаса. В этой операции только офицеры, неродные сержанты были вооружены ракетами, да и то не ожидалось, что придется ими воспользоваться. У ракеты есть нехорошее свойство. Промахнувшись мимо цели, она не угомонится, пока не найдет другую. И ей не отличить своего от чужого, потому что уж больно куцая мозги удалось запихнуть в ее миниатюрный корпус. Я с радостью обменял бы эту прочёску в окружении тысяч мобильных пехотинцев на штурмовой удар одним взводом, когда все свои на виду, а любой чужак — цель. Я не тратил времени на жалобы и ни на секунду не прерывался мой бег к воронке. При этом я успевал наблюдать за территорией и не забывал поглядывать на радиолокационные изображения. Жучиные норы не попадались мне на глаза, зато я перепрыгнул через сухую балку, без малого целый каньон, где вполне могло скрываться несколько лазов. Проверять я их не стал, просто сообщил о находке взводному сержанту и приказал присылать кого-нибудь для осмотра. Кратер оказался куда больше, чем я себе представлял. Тур запросто бы потерялся в нем. Я перевел счетчик радиации в режим направленного каскадирования, чтобы одновременно измерять излучение дна и стен. Кое-где излучение зашкаливало. Долгое пребывание здесь совсем не полезно даже для человека в скафандре. С помощью нашлемного дальномера я определил ширину и глубину кратера, а потом пробежался по нему, высматривая лазы. Таковых не нашлось. Зато я наткнулся на часовых, выставленных соседними взводами 5-го и 1-го полков. Поэтому я договорился разбить зону на секторы, чтобы вести наблюдение совместно, и в случае чего звать подкрепление из всех трех взводов. Для этого пришлось подключиться к соседу слева, первому лейтенанту до кампа, командиру охотников за головами. Потом я связался с Найди и приказал вернуть его ланца с половиной отделения, включая рекрутов, в боевые порядки взвода. О принятых мерах я доложил командиру полубатальона и моему взводному сержанту. «Капитан», сказал я Блыки, «никаких вибраций не замечено. Хочу спуститься и поискать норы. Уровень излучения терпимый, я не нахватаюсь, если... Юноша, не суйся в кратер. Капитан, я же только отставить. Ничего важного ты там не найдешь. Не лезь». «Да, сэр». За этим последовали скучные девять часов. Расчетный срок нашего пребывания на планете П составлял сорок часов. Два периода ее обращения вокруг своей оси. Принудительный сон, повышение содержания сахара в крови, гипнотическое внушение — все это способствует поддержанию боеспособности. Ну и, конечно, скафандр изготовлен с учетом личных нужд. На весь срок его штатных ресурсов не хватит, но хозяин прихватил запасные батареи и баллоны с сожжатым воздухом. Вот только патрулирование без стычек занятие утомительное. Тут легко утратить бдительность. Я сделал все, что смог придумать. Куньи Брамби поручил на рутинное управление, освободив тем самым себя и взводного сержанта для рыскания по зоне ответственности. Приказал менять направление прочески, чтобы каждый боец всегда ходил по незнакомой местности. Комбинировать построение и маршруты на нашем огромном участке можно было до бесконечности. А еще я посоветовался с сержантом и пообещал наградные баллы за обнаружение первой норы, уничтожение первого жука и так далее. Борьба за звание почетное отделение, приемчик из арсенала тренировочных лагерей, но против скуки все средства хороши. Чем выше бдительность, тем выше шансы на выживание. но наконец аэромобиль универсального назначения доставил специальную группу троих военных инженеров и их подопечного, обладателя особого дара способности прощупывать пространство. Об этом визите Блэкки предупредил меня заранее, приказав охранять гостей и дать им все, что они потребуют. На мой вопрос, что они могут потребовать, последовал такой ответ. Да откуда я знаю. Если майор Лендри захочет полюбоваться на танец скелета, ты скинешь шкуру и спляшешь. Да, сэр, ответил я, майор Лендри, принято. Я выделил бойца для охраны места посадки аэромобиля, а потом сам туда подскочил. В кои-то веки выдалась возможность увидеть экстрасенса за работой. Они приземлились в правом заднем углу моего участка. Майор Лендри и двое других офицеров были в скафандрах и прирученных огнеметах, а у экстрасенса из экипировки была только кислородная маска. На полевой форме я не заметил знаков различия, зато увидел выражение невыносимой скуки на физиономии ее владельца. Меня ему не представили. Выглядел он лет на 16, но это издали. Подойдя, я уже разглядел морщины возле усталых глаз. Едва ступив на грунт, он снял дыхательную маску. Уже снувшись, я обратился к майору Лендри шлем к шлему, не по радио. «Майор, здесь горячо, воздух заражен, а еще нас предупредили, что...» «Отставить панику, Бурхман майор, он в курсе». Я умолк. Экстрасенс отошел на несколько шагов, повернулся и оттопырил нижнюю губу. Веки были закрыты. Не дать не взять философ, погруженный в раздумья. Через некоторое время он открыл глаза и раздраженно спросил. «По-вашему, можно работать, когда вокруг топчется столько олухов?» Майор сухо произнес. «Уложи свой взвод». Я проглотил комок и хотел было запротестовать, но вовремя спохватился и включил общую связь. «Мерзавцы Блэки, первый взвод, слушай мою команду, лечь, замри!» Надо отдать должное лейтенанту Сильве. Я услышал только двойное эхо моего приказа, передаваемого секциям и отделением. «Майор, разрешите им хотя бы передвигаться ползком», попросил я. «Не разрешаю, и чтоб ни звука». Между тем экстрасенс вернулся в аэромобиль и надел маску. В салоне не было места для меня, но майор позволил, если можно назвать этим словом жесткий приказ, лететь, вцепившись к машине. Мы опустились в паре миль, там экстрасенс снова прогулялся без маски. В этот раз он переговорил с инженером, тот кивал и рисовал на планшете. Спецгруппа побывала в десятки мест, и везде повторилась одна и та же бессмысленная на вид процедура. Перед тем, как аэромобиль отправился на позиции пятого полка, офицер, рисовавший на планшете, оторвал верхний лист и вручил мне. «Это карта подземелья на твоем участке», пояснил он. «Широкая красная лента, главная жучиная дорога в этих местах, входит вот здесь спереди на глубине около тысячи футов, а выходит у тебя в тылу глубина 450, примыкающая к ней синяя сеть, это большая колония жуков. Те немногие места, где она поднимается до ста футов от поверхности, я отметил. «Поставь там прослушку и контролируй ситуацию, пока мы сюда не доберемся». «Этому можно верить?» спросил я, рассматривая рисунок. Инженер покосился на экстрасенса и очень тихо сказал мне, «Идиот, ты что, обидеть его хочешь?» «Конечно, тут все правильно». Они улетели, оставив меня изучать эту карту». Напоследок инженер-художник сделал ее копию, а его умная коробочка сдвоила рисунки, и теперь у меня было стереоизображение лабиринта тысячефутовой глубины. Все это настолько изумило меня, что майору пришлось напомнить насчет разморозки. Я поднял взвод, убрал из кратера технику и разослал им координаты для прослушки Жучиного шоссе и города. О принятых мерах я доложил Блэкке. Хотел назвать координаты туннеля, но он меня перебил. Майор Лендери прислал мне фоксимильную копию. Дай только координаты постов прослушки. Я выполнил распоряжение и капитан сказал, неплохо, Джонни, однако это не совсем то, чего я хочу. Слишком много приборов над их туннелями, хватит четырех над жучиной трассой, а еще четыре размести ромбом вокруг города. из четырех оставшихся один перенеси в треугольник, образованный твоим правым задним углом и главным туннелем, а три распредели на большой территории с другой стороны туннеля. Ясно, сэр. Я спросил, капитан, нам можно ли доверять этой карте? А что тебя тревожит, сынок? Да это уж как-то очень на магию похоже, причем на черную. А, вот что, юноша, на этот счет есть распоряжение маршала специально для тебя. Он сказал, что эта карта официальный документ и что тебе ни о чем не нужно заботиться, кроме твоего взвода. Ты меня понял? Да, капитан. Жуки умеют рыть чертовски быстро, так что особое внимание постам прослушки в стороне от туннелей. Любой звук, громче жужжания мухи, пойманный любым из этих четырех приборов и сразу докладывай, не задумываясь о его происхождении. Да, сэр. На тот случай, если ты еще не слышал, когда они роют, шум такой, будто жарится бекон. Прочесывание прекратить. Выделю одного бойца для визуального наблюдения за кратером. Половине взвода спать, другой слушать. Через два часа смена. Ясно, сэр. К тебе опять могут наведаться инженеры. Вот новый план. Саперная рота подберется к главному туннелю и закупорит его. Это произойдет там, где он ближе всего к поверхности, то есть на твоем левом фланге или на участке охотников за головами. Другая инженерная рота то же самое проделает с ответвлением туннеля в 30 милях правее тебя, в зоне ответственности первого полка. Таким образом будет отрезан длинный кусок жучиной трассы с прилегающей жилой территории. Одновременно то же самое произойдет на многих других участках. Что будет дальше, мы увидим. Либо жуки ринутся наверх и дадут нам решительный бой, либо затаятся, и тогда мы спустимся, чтобы зачистить пещеру за пещерой. Все ясно, капитан. Я не был уверен, что мне все ясно, но удовлетворился пониманием моей собственной роли. Расставить по новой схеме акустические приборы и разрешить половине взвода сон. А потом нас ждет охота на жуков. Если повезет, на поверхности, если нет, под землей. Когда прибудет саперная рота, прикрой ее своим левым флангом, окажи помощь, если понадобится. Хорошо, капитан, обрадованно пообещал я. Инженерные войска мало уступают пехоте. Работать с ними удовольствие. Когда припрет, они будь здоров, может быть, не слишком умело, зато очень храбро. Или упорно, сосредоточенно делают свое дело, пока вокруг бушует битва. Есть у них неофициальный девиз, столь же циничный, сколь и древний. Сапу мы сперва копаем, а потом в ней погибаем. Это вдобавок к официальному, очень короткому. Сможем. Девизы саперов это не фигуры речи, это буквально правда. «Где лысынок?» «Двенадцать постов прослушки». Это означает, что при каждом приборе должна быть половина отделения, то есть либо капрал, либо ланс-сержант, и с ним трое рядовых. Половина группы спит, половина дежурит. Навара его подгоняла из второй секции, наблюдают за кратером и спят по очереди, а командиры секций также поочередно управляют взводом. Я детализировал план и сообщил сержантам координаты. Сама передислокация заняла не больше десяти минут, потому что никому не пришлось уходить далеко. Всем было велен не зевать и ждать саперную роту. Как только секции читались об установлении аппаратуры, я пришел на общую волну. «Нечетная! Лечь! Приготовиться ко сну! Один, два, три, четыре, пять! Заснули!» Скафандр не койка, но спать в нем можно. Помимо прочего, боевая психологическая подготовка хороша тем, что в редкие периоды отдыха солдата можно моментально усыпить постгипнотической формулой, и тому, кто ее произнесет, не обязательно быть гипнотизером. Проснется солдат так же быстро, бодрый и боеспособный. Эта практика бережет жизни. Пехотинец иной раз до того вымотается, что открывает огонь по воображаемым целям, а реальных не видит. Сам я спать не собирался. Мне этого не приказывали, и я не просил передышки. Да и какой тот сон! Стоит подумать, что прямо подо мной в нескольких сотнях футов бродят тысячи жуков, и желудок сжимается в тугой ком. Возможно, экстрасенс ни в чем не ошибся. Возможно, жукам не подкрасться к нам незамеченными через посты прослушки. Но я не очень хотел полагаться на это возможно. Я переключился на командирский канал. Сержант? Да, сэр. Ты тоже можешь вздремнуть. Я подежурю. Ложись, приготовься ко сну. Один, два... Прошу извинить, сэр. У меня предложение. Слушаю. Если я правильно понял новый план, в ближайшие четыре часа не ожидается никаких действий. Почему бы вам самому не отдохнуть? Забудь об этом, сержант. Я не собираюсь спать. Я собираюсь обходить посты прослушки и ждать саперов. Ясно, сэр. Пока я здесь проверю третий пост. Оставайся с Брамби, отдохни. Джонни. Да, капитан. Старик, ты что, все время слушал меня? Все посты выставлены? Да, капитан. И нечетные номера спят. Я хочу проверить посты, а потом пусть этим займется сержант. А тебе нужно отдохнуть. Но, капитан, отбой. Это приказ. Приготовиться ко сну. Один, два, три. Джонни. Капитан, я все-таки хотел сначала бы проверить посты. С вашего разрешения. Потом можно и поспать, хотя лучше бы мне пободрствовать. Юноша, хохотнул Блэки мне в ухо. Ты продрых час и десять минут. Сэр, глянь на часы. Я глянул и покраснел от стыда за свою глупость. Выспался, сынок? Похоже на то, сэр. Но у нас тут ускорился ход событий. Буди нечетных, укладывай четных. Если повезет, они часок поспят. Меня дежурных, обходи посты и докладывай мне. Я выполнил все распоряжения, а потом занялся своими делами, ни слова не сказав взводному сержанту, потому что я злился и на него, и на Блэки. Рот усыпил меня принудительно, и было стойкое подозрение, что он бы этого не сделал, не будь его лишь номинальным. Но я успокоился, пока проверял третьи и первые посты, дежурившие над городом Жуков и не услышавшие ничего подозрительного. Как ни крути, глупо сердиться на сержанта, даже если это флот сержант, за действия капитана. Сержант? Да, мистер Рико? Не желаешь ли отдохнуть вместе с счетными? Я тебя разбужу на пару минут пораньше. Чуть помедлив, он ответил, сэр, я бы хотел проверить посты. Разве еще не проверили? Нет, сэр, последний час я проспал. Чего, чего? По распоряжению капитана, смущенно объяснил взводный сержант. Он временно назначил Брэмби старшим и усыпил меня сразу после вас. Я хотел что-то сказать, но смог лишь беспомощно рассмеяться. Ха-ха, сержант, нам, наверное, нам можно отойти куда-нибудь и отбиться. Взводом управляет капитан Блейки, а мы только время у него отнимаем. Сэр, я уже давно заметил, взял холодный тон мой собеседник, что капитан Блэкстоун ничего не делает просто так. Я с глубокомысленным видом кивнул, забыв о том, что нас разделяет десяток миль. Да, ты совершенно прав, у него всегда есть резоны. Да, он дал поспать нам обоим, значит, мы ему нужны свежими и бодрыми. Похоже на то, сэр. Да, интересно, для чего. На этот раз пауза была долгой. Мистер Рико, медленно проговорил сержант, если бы от нас ожидались какие-либо действия, капитан сказал бы нам. Ни разу такого не было, чтобы он удерживал информацию. Правда, иногда его решения кажутся странными, и он сам не может их объяснить. У капитана есть чутье. И я научился это чутье уважать. Вот что, у нас все комоды четные, и они спят. Да, сэр, разбудил лан сержантов. Остальных поднимать не надо, но когда придется, на счету будет каждая секунда. Выполняю, сэр. Я проверил оставшийся передовой пост, потом четыре поста над жучиным поселением, поочередно подключаясь к каждому аппарату для параллельной прослушки. Жуки вовсю чирикали под землей, и было не просто страшно, хотелось бежать прочь, сломя голову, но я держал себя в руках и не выдавал нервозность. Неужели и правда сверхъестественный дар этого экстрасенса всего лишь исключительно тонкий слух? просто не верится. Но кто бы ни был этот парень, жуки действительно копошились там, где он указал. В офицерской школе нам давали прослушать записанные звуки жуков. Мои четыре поста улавливали типичные шумы большого гнездовья. Чириканье это по всей вероятности бытовые разговоры. Хотя зачем жукам речь, если ими всеми дистанционно управляет мыслящая каста. А еще мы слышали шелест и хруст, будто в лесу идешь по упавшим веткам. И высокий подземный гул, которым сопровождается жизнь всех их поселений. Скорее всего, это работа вентиляторов и кондиционеров. Но я не улавливал шипение и треска, который выдает горнопроходческую деятельность. Шумы, доносившиеся с Жучиного проспекта, отличались от шумов города. Я слышал низкий фоновый рокот, временами поднимавшийся до рева, как будто там проходил тяжелый транспорт. На пятом посту я придумал, как отслеживать это движение. Нужно, чтобы дежурные на всех четырех постах вдоль туннеля подавали мне сигнал, когда регистрируют резкие повышения звука. И вот пришло время докладывать начальству. Капитан, что, Джонни? По Жучиному шоссе движение одностороннее, скорость около 110 миль в час, груз проходит примерно раз в минуту. Близко к истине, подтвердил Блыки. Мои замеры 108 миль и 58 секунд. Виноват. Сгорая стыда, я сменил тему. А саперов все еще нет и не будет. Они облюбовали местечко в тлу охотников за головами, ровно посередине их зоны. Надо было сказать тебе, извини. Что-нибудь еще? Нет, сэр. Мы разъединились. и мне полегчало. Оказывается, даже у Блэки память не безупречна. И моя идея вовсе не так уж и плоха. Я отошел от туннеля, чтобы проверить 12-й пост справа и сзади на краю жучиного поселения. Там, как и на всех остальных постах, двое спали, один слушал, один охранял. Что-нибудь есть? Спросил я у часового. Нет, сэр. Тот, который слушал, один из пяти наших салак оглянулся и сказал, «Мистер Рико, похоже, тут что-то не так. А ну-ка, пусти ко мне». Он отодвинулся от прибора, и я подключился. Внизу жарился бекон, причем вовсю. Я даже как будто почуял запах. Я перешел на общий канал. «Первый взвод, подъем, перекличка, доклад», и переключился на командирский. «Капитан, капитан Блекки, это срочно». «Спокойно, Джонни, докладывай». «У меня тут бекон», сказал я, изо всех сил стараясь говорить ровно. «Пост 12, квадрат ОС-9, зона черная 1». «ОС-9», принял Блекки. «Децибелы?» Я поспешил взглянуть на прибор. «Я не могу сказать, капитан». «Зашкаливает. Шум такой, будто роют прямо у меня под ногами». «Отлично», воскликнул Блекки. «И я удивился, с чего бы такая радость». «Лучшая новость за сегодняшний день». «Ну, а теперь, сынок, твои дальнейшие действия». «Поднимай своих ребят». «Уже, сэр». «Хорошо, двоих с приборами отправь к 12-му посту. Задача точно определить, где жуки намерены выбраться наверх. А когда определят, скажи, чтобы держались от этого места подальше. «Слышишь меня?» «Слышу, сэр», твердо ответил я, «но не понимаю». Он вздохнул. «Джонни, из-за тебя я поседею раньше срока». «Сынок, мы хотим, чтобы они выползли наверх, и чем больше их будет, тем лучше. У взвода слишком мало огневой мощи. Ты можешь с ними справиться, только взорвав вход. Но вот как раз этого делать нельзя. Если они массово ринутся наружу, их не остановит целый полк. Но именно таков замысел генерала. И он держит на орбите тяжело вооруженную бригаду. Как только вы поймете, что жуки пошли на прорыв, отступайте. Будете наблюдать издалека. Если вам повезет, и прорыв случится на вашей территории, разведданные от вас пойдут на самый верх. Так что удачи тебе и останься в живых». «Все понятно?» «Да, сэр». «Определить место прорыва, отступить, в бой не ввязываться, наблюдать и докладывать». «Действуй». Я перевел девятого и десятого слухачей с середины Жучиного проспекта поближе к Кост-9, приказав им двигаться справа и слева от этого квадрата и через каждые полмили слушать, не жарится ли бекон. В то же время двенадцатый пост получил задачу сняться и передвинуться в тыл, тоже производя замеры. Надо было определить, где заканчивается источник шума. Между тем, мой замок перегруппировал бойцов, кроме двенадцати занятых прослушкой, на передней половине нашего участка, между поселением Жуков и кратером. Запрет ввязываться в бой не означал, что нам удастся боя избежать. А когда взвод слишком рассредоточен, стрелкам трудно поддерживать друг друга огнем. Поэтому сержант выстроил их в плотную цепь длиной пять миль. Интервал меньше трехсот ярдов. Это для пехотинцев означает плечом к плечу. Секцию Брамби он расположил на левом фланге рядом с поселением Жуков. Теперь девять акустиков, оставшихся на своих постах, находились в зоне огневой поддержки с обоих флангов. И лишь трое слухачей, работавшие со мной, не могли рассчитывать на мгновенную помощь. Я сообщил Баяну, командиру Росомах и Дакампа, командиру охотников за головами, что прекратил прочесывание и объяснил причину, а потом уже доложил о перегруппировке капитану Блэкстоуну. Не возражаю, буркнул он. Ты уже понял, где полезут? Где-то в середке вот здесь, капитан, но трудно определить точнее. Зона наибольшего шума имеет три мили в поперечнике и она, похоже, расширяется. Я стараюсь двигаться по границе затухания звука. Отчитавшись, я задал вопрос. А они могут проложить новый горизонтальный туннель чуть ниже поверхности? Не исключено, ответил капитан с оттенком удивления. Надеюсь, что они не займутся этим. Они нам нужны наверху. Если центр шумовой зоны сместится, дай знать и следи хорошенько. Да, сэр. Капитан, а? Говори. Вы нам запретили вступать в бой, когда они вылезут. Ну, а чем же заняться? Мы что, просто зрители? Пауза на этот раз была долгой. Секунд пятнадцать-двадцать. Возможно, капитан советовался с начальством. Наконец, он ответил. Мистер Рико, драться вам нельзя в квадрате Оз-10 или рядом. Вся остальная территория ваши охотничьи угодья. Да, сэр, обрадовался я. Уж мы поохотимся. Джонни, осадил меня Блэкстоун, узнаю, что ты охотник за орденами, а не за жуками. Будет тебе форма тридцать один в самом неприятном виде. Капитан, со всей серьезностью ответил я. Награды меня не интересуют. Другое дело, жуки. Ну вот и славно, все, не отнимай мне время. Я связался со взводным сержантом, ознакомил его с нашими новыми задачами, велел оповестить всех и убедиться, что каждый пехотинец успел заправить скафандр, запастись воздухом и батареями. Мы только что закончили, сэр, я предлагаю сменить акустиков. Он назвал троих солдат, которых собирался отправить ко мне. Проклятие. У моих слухачей не было времени на заправку, а эти трое, которых сержант предлагает прислать мне на замену, все разведчики. И я молча обругался безокромешную глупость. Скафандр разведчик подвижностью не уступает командиру, и он вдвое быстрее мародера. И ведь гладало меня подозрение, что не все сделано как надо. Но я его списывал на нервозность. Как-никак рядом жуки. И вот я здесь в десяти милях от взвода с тремя солдатами в мародерах. Когда полезут жуки, надо будет отводить акустиков на позицию взвода, и задача может оказаться невыполнимой. Я-то рассчитывал, что мы все четверо будем двигаться с одинаковой скоростью с моей скоростью. Хорошая идея, согласился я, но трое мне тут уже не нужны. Отправ Хьюза на смену Найбергу. Остальных трех разведчиков на дальние передние посты. Только Хьюза с сомнением спросил замок. У другого прибора я подежурю сам. Теперь уже известно, где пробиваются жуки, так что вдвоем мы и так уследим за ними. Передай Хьюзу, чтобы голопом скакал, добавил я. Потом ничего не происходило на протяжении тридцати семи минут. Мы с Хьюзом двигались под дугом, спереди сзади, огибавшим центр шума квадратив с десять и делали пятисекундные паузы для прослушки. Больше не требовалось прикладывать микрофон к скальной породе. При контакте с любым грунтом очень явственно слышался бекон. Зона шума расширялась, но эпицентр оставался на месте. Однажды возникла пауза, о чем я не мог не доложить капитану, а через три минуты мне снова пришлось выйти на связь с ним, так как шум возобновился. В других случаях я пользовался каналом разведчиков, предоставляя сержанту заботиться о взводе и слушая посты расположенные вблизи взводной позиции. И вдруг все завертелось. «У меня бекон!» грянуло на канале связи с разведчиками. «Квадрат Альберт-2!» Я переключился и вызвал. «Капитан, черный-1, в квадрате Альберт-2 жарится бекон». Затем перешел на канал связи с окружающими взводами. «Всем внимание! Бекон в Альберте-2, зона черная-1». И сразу услышал доклад до Кампы. «Бекон в Адольфе-3, зона зеленая-12». Я передал эту новость Блэке и вернулся на канал связи с моими разведчиками. А там уже стоял крик. «Жуки! Жуки! На помощь!» «Где жуки?» Молчание. Я переключился. «Сержант! Кто сообщил о жуках?» Он взволнованно доложил. «Жуки полезли из города, сэр. Где-то в Бангкоке шесть. Сыпьте им!» Я связался с Блэке. «Жуки в зоне черной-1, квадрат Бангкок-6. Атакую!» «Слышал твой приказ», спокойно ответил капитан. «Ну а что в Осте-10?» «А в Осте-10 пока...» Тут у меня из-под ног ушла земля, и я оказался в гуще жуков. Что со мной происходило, я не могу описать. Но я не пострадал. Я будто проваливался сквозь крону дерева, вот только ветки были агрессивные, они меня вовсю толкали и хлистали, а гироскопы с надсадным воем пытались удерживать скафандр вертикально. Пролетев 10-15 футов, я очутился в непроглядной тьме. Но вскоре живой чудовищный поток вынес меня на свет. Вот тут-то и окупились тренировки. Я приземлился на ноги, одновременно стреляя и командуя. Прорыв в квадрате ОС-10. Нет, ОС-11, я здесь. Дыра большая, их сотни, если не тысячи. В каждой руке я держал огнемет, и жуки вспыхивали один за другим. Джонни, убирайся оттуда. Принял, выполняю. Я прыгнул, на тот час прекратил полет. Вырубил тягу, погасил огнеметы, и осмотрелся как следует. Проклятие. Надо же так облажаться. Поправка, сказал я с трудом веря своим глазам. В квадрате ОС-11 не атака. Тут нет воинов. Повтори. ОС-11, зона черная один. Здесь выходят только рабочие, солдат я не вижу. Я в толпе жуков, они лезут на поверхность, но вооруженных нет, и ближайшие по внешним признакам типичные работяги. На меня не нападают. Подумав, я спросил, капитан, как вы считаете, это уловка? Настоящий удар будет нанесен в другом месте? Возможно, сказал Блэкки. Твой доклад отправится прямо в штаб. Вот пусть там и ломают голову. А ты осмотрись как следует. Не спеши верить, что выходят только рабочие, а то как бы пожалеть не пришлось. Принял, выполняю. Я прыгнул высоко и далеко, чтобы выбраться из скопления безвредных, но отвратительных и жутких на вид существ. Куда ни глянь, каменистая равнина была покрыта ползучей черной массой. Я добавил тяги, удлиняя траекторию прыжка и вызвал Хьюза. Докладывай. Жуки, мистерика, тьма тьмущая. Я их жгу. Хьюз, приглядись к этим жукам. Кто-нибудь отстреливается или все они рабочие? Ага. Я приземлился и снова прыгнул. Да, вы правы, сэр. А как вы догадались? Хьюз, возвращайся к отделению. Я сменил канал. Капитан, здесь выбралось на поверхность несколько тысяч жуков. Количество лазов не установлено. На меня не нападали. Повторяю, на меня не нападали. Если тут есть солдаты, то они прячут оружие и используют рабочих для маскировки. Блыки не ответил. Вдруг далеко слева полыхнуло, и за этой невероятно яркой вспышкой моментально последовала другая на гораздо большем расстоянии, но уже справа. Я машинально ответил «Время, пилинги и дистанции». «Капитан Блэкстоун, ответьте!» С верхней точки траектории я попытался обнаружить капитанский маяк, но его заслоняли низкие холмы в зоне «Черная-2». Я переключился и позвал. «Сержант, можешь соединить меня с капитаном?» Едва я договорил, помигал и погас маяк сержанта. Я двинулся в ту сторону по пилингу, максимально форсируя тягу скафандра. До сих пор мне не удавалось толком следить за картиной на дисплее. Взводом занимался сержант, а у меня хватало других забот. Сначала с прослушкой, но потом с несколькими сотнями жуков. И теперь, чтобы лучше видеть ситуацию, я погасил на дисплее все, кроме маяков младших командиров. Изучив упрощенную картину, я запомнил местонахождение Брамби, Куньи, их командиров отделения и секционных подгонял. «Кунья, где взводный сержант?» «Сэр, он осматривает лаз. Передай ему, я скоро буду». Не дожидаясь ответа, я сменил волну. «Второй взвод мерзавцев, я первый взвод, как слышите?» «Чего тебе?» прорычал лейтенант Хорошен. «Я не могу связаться с капитаном». «Верно, не можешь, потому что он выбыл». «Погиб?» «Нет, разрядился, молчит, значит, выбыл». «Ясно». «Так это вы теперь командуете ротой?» «Ну да, командую». «Дальше что? Помощь нужна?» «Нет, не нужна, сэр». «Тогда помалкивай», приказал Хорошен, «пока в конец не припрет. Но у нас тут своих забот по горло». «Понял». «А у меня забот не по горло?» «Разве еще не припекло в конец?» «Пока шел разговор с Хорошеном, я снова засветил на дисплее все маяки и включил ближнее сканирование, захватывающее только мой взвод. Я увидел, как один за одним гаснут маркеры первой секции». «Первым погас маяк Брамби». «Куния! Что с первой секцией?» Его голос показался мне напряженным. «Они пошли вниз за взводным сержантом!» «Ну и каким, спрашивается, уставом или наставлением разрешена подобная самодеятельность?» «Или начальство отдало приказ Брамби через мою голову?» «Впрочем, он в жучиной норе. Я его не вижу и не слышу, и тут уже недорассуждение о правомощности. Завтра разберемся. Если кто-нибудь из нас доживет до этого завтра». «Отлично!» «Сказал я. Возвращаюсь. Докладывай». Последний прыжок и я среди своих. Еще, не успев приземлиться, я заметил справа жука и прикончил его. Этот был не из рабочих. Он стрелял на бегу. «Я потерял троих», сообщил Куни, тяжело дыша. «Сколько у Брамби вы было, я не знаю. Жуки вылезли сразу в трех местах, и нам здорово досталось, но и мы им задали. Мощнейшая ударная волна подловила меня в начале очередного прыжка, обрушилась, замотала из стороны в сторону. Это что, саперы заколачивают свои пробки? Три минуты тридцать семь секунд после первой вспышки, значит, расстояние порядка тридцати миль. «Первая секция. Сейчас еще раз стряхнет, приготовится!» Я неуклюже приземлился, едва не угодив на кучку жуков. Их было трое или четверо живых, но не опасных. Они лишь вяло сучили конечностями. Не пожалев для них гранаты, я прыгнул снова. «Бейте жуков!» прокричал я, «пока они не очухались! И помните насчет второго взрыва!» Ударная волна не дала мне договорить, но она уже была не такой яростной. «Кунья, проведи перекличку, всем приготовиться к бою! Мы пойдем на зачистку!» Перекличка прошла медленно и с перебоями. Я и сам на тактическом дисплее видел, что исчезло слишком много солдат. Зато на зачистке мои парни работали споро и четко. Я пробежался вдоль цепи и собственноручно сжег полдюжины жуков, причем к последним из них внезапно вернулась резвость. Интересно, почему ударную волну они перенесли хуже, чем мы? Потому что у них нет скафандров? Или где-то внизу контузила жука-аристократа? Перекличка показала, что у меня осталось 19 боеспособных солдат. Двое погибли, двое ранены. У троих повреждены скафандры, двумя из этих последних занимается Навара, снимая блоки питания с убитых и раненых. Третий скафандр не починить, разрушены рации и радар, поэтому его владельцу Навара приказало хранить раненых. Ничего другого для них мы пока сделать не могли. Тем временем мы с сержантом Куньей осмотрели три места, где выбрались из своего гнездовья жуки. Судя по карте подземелья, враг пробил ходы наверх там, где туннели максимально приближались к поверхности. Первая нора была взорвана, и мы увидели лишь нагромождение камней. Во второй не обнаружилась активности жуков, и я велел Кунье оставить ланца и рядового с задачей уничтожать одиночек, а если противник двинется массой, запечатать лаз взрывом мины. Легко маршалу, сидя в кабинете, требовать, чтобы все норы оставались целыми, но у меня тут практика, а не теория. И вот я добрался до третьей норы, до той, что проглотила моего сержанта и половину взвода. Здесь жуки провели слипой ствол, закончив его в двадцати футах от поверхности, а затем просто снесли крышу, выбили конус с внешним диаметром пятьдесят футов. Куда исчезла порода и что производило шум, похожий на скворчение бекона, я сказать не могу. Стена воронки была изрезана желобами. Карта подсказывала отгадку. Две другие норы поднимались от узких боковых туннелей, а этот туннель, большой, был частью главного лабиринта. Здесь-то атаковали жуки основными силами, а удары в двух других направлениях были отвлекающим. Неужто жуки способны видеть через многометровую скальную толщу? В глубине ствола не было заметно ни жуков, ни людей. Кунья показал, в каком направлении ушла вторая секция. Взводный сержант скрылся под землей семь минут сорок секунд назад. Чуть больше семи минут назад за ним последовал Брамби. Я судорожно сглотнул, смотрясь во мрак и волевым усилием усмирил желудок. Сержант, командуйте секцией. Приказал я, как мог, бодро. Понадобится помощь, обращайтесь к лейтенанту Хорошену. А какие будут распоряжения, сэр? Никаких. Разве что сверху поступят. Я иду искать вторую секцию, могу временно остаться без связи. Не дожидаясь, пока откажут нервы, я прыгнул в нору и успел услышать. Секция, первое отделение, второе отделение, третье отделение, поотделенно за мной. И Кунья тоже прыгнул. Ну что ж, одиночество мне теперь не грозит. Я приказал Кунья оставить двоих для прикрытия нашего тыла, одному на поверхности, а другого в начале туннеля. Затем повел первую секцию на поиски второй. Мы продвигались с максимально возможной скоростью, которая была мала. Не очень-то ты разгонишься, когда голова почти касается свода. Силовой скафандр позволяет двигаться не поднимая ног, на манер лыжника, но такая поступь неестественна и нелегка. Без скафандра мы бы шли быстрее. Едва мы очутились под землей, пришлось включить оптику. И одновременно подтвердилась давняя гипотеза, что жуки видят в инфракрасном диапазоне. Черный туннель вмиг заполнился светом. Пока ничего приметного, только глянцевитые каменные глыбы изгибаются аркой над ровным гладким полом. Мы приблизились к перекрестку, и я остановился в двух шагах от входа в боковой туннель. Для штурмовых групп была но можно ли и верить, если точно знаешь, что сочинитель этой инструкции не отвечает за ее надежность, потому что до операции аристократия никто не вернулся наверх и не рассказал, какие параграфы работают, а какие нет. Так вот эта инструкция требует брать под охрану каждый такой перекресток. Но я уже поставил двоих стеречь выход, и если на каждом перекрестке я буду отделять 10% личного состава, у меня вскоре никого не останется. И я решил, что надо держаться вместе, и никто из нас не будет захвачен живым, нельзя попадать в плен к жукам, и богу куда приятнее просто погибнуть. И стоило принять это решение, как огромная тяжесть упала с моих плеч, и больше я не тревожился. Я вышел на перекресток, тщательно осмотрел боковой туннель в обоих направлениях. Жуков не видать. Брамби позвал я на волне младших командиров. Результат был потрясающим. Когда говоришь по интегрированной в скафандр рации, собственного голоса в шлемофонах не слышишь, поскольку ты экранирован от своего сигнала. Но здесь, под землей, в паутине коридоров с гладкими стенами, сигнал вернулся ко мне, и он такую мощь набрал по дороге, будто этот лабиринт был огромным усилителем. Брамби! Аж в ушах зазвенело. И снова звон. Мистер Рика! Не так громко попросил я, стараясь говорить тише. Ты где? Брамби ответил уже не столь оглушительно. Не знаю, сэр, мы заблудились. Понял. Не волнуйся, ты не мог забраться далеко. Мы уже идем к тебе. Взводный сержант с тобой? Нет, сэр, мы его так и... Стоп. Я переключился на канал связи с замком. Сержант, слышу вас, сэр. Голос спокойный, негромкий. Мы с Брамби не встретились, но связь держим. А где ты? Чуть помедлив он ответил. Сэр, я вам советую разыскать секцию Брамби и вернуться наверх. Ответь на вопрос. Мистер Рика, вы тут можете неделю провести и не найти меня. А я не могу двигаться. Вы должны отставить, сержант. Ты ранен? Нет, сэр. А почему же ты не можешь двигаться, жуки рядом? Их тут полно. До меня им не добраться, но и мне не уйти. Так что, думаю, вам лучше. Сержант, мы теряем время. Я уверен, ты запомнил все повороты. Докладывая, я отмечу на карте. Не сообщи показания прибора контроля движения. Это приказ. Я слушаю. Он доложил. Сжато и точно. Я включил головной прожектор, убрал с глаз инфовизор и обозначил на карте пройденный сержантом путь. Все ясно, заключил я. Ты почти под нами в двух ярусах и я теперь знаю, куда сворачивать. Так, мы пойдем за тобой, как только встретимся со второй секцией. Слушай эту волну. Я переключился и позвал. Брамби. Да, сэр. На первом перекрестке ты сворачивал? Нет, я пошел прямо, сэр. Хорошо. Куня, за мной. Брамби с жуками есть проблемы? Уже нет, сэр. Но мы заблудились, потому что встретились с их отрядом. Пока разбирались с ними, куда-то свернули. Я хотел спросить насчет потерь, но рассудил, что плохие новости могут подождать. Прежде всего, нужно собрать взвод и смотаться отсюда. Ожидание встречи с жителями Жучиного города на нервы действует сильнее, чем сама эта встреча. Следуя подсказкам Брамби, мы сделали два поворота, и я закинул газовые гранаты во все коридоры, которыми мы не воспользовались. Этот газ потомок нервопаралитического газа, применявшегося против жуков раньше. Он не убивает этих тварей, но изрядно портит их резвую поступь. Безвредные гранаты остались бы на складе, не будь эта операция из ряда вон выходящей. Сейчас бы я тонну их обменял на что-нибудь убойное. Но все же они способны худо-бедно обеспечить наши фланги. На очередном прямом и длинном участке туннеля я потерял связь с Брамбей. Похоже, что-то было с отражением радиоволн. Но уже на следующем перекрестке я его снова услышал. Вот только теперь он не мог мне подсказать, куда сворачивать. Как раз на этом месте его секция подверглась нападению жуков. А теперь жуки напали и на нас. Я даже не понял, откуда они появились. Было тихо, и вдруг позади закричали «Жуки! Жуки!» оборачиваюсь к секции, а они уже повсюду. Подозреваю, эти стены только на вид были сплошные. Как еще объяснить, что совершенно неожиданно жуки оказались вокруг нас и среди нас? Огнеметы не применить, гранаты тоже, потому что можно положить своих. Зато жуки нисколько не боялись дружественных потерь, и за гибель одного человека согласны были заплатить любую цену. Ну а руки-ноги пехотинцам на что? И минуты не прошло, а жуков уже не было. Только ошметки разбросаны. По туннелю. Но не было и четырех наших солдат. В числе погибших сержант Брамби. Пока кипел бой, подошла вторая секция. Парни находились недалеко, они держались вместе, чтобы не потеряться в лабиринте поодиночке. Запеленговать наши рации им не удалось, но они услышали драку и устремились на шум. Мы с Куней убедились, что павшие не дышат. Потом объединили секции в одну из четырех отделений и пошли дальше. И обнаружили жуков, державших в осаде нашего взводного сержанта. Этот бой длился считанные секунды, потому что со слов замка я знал, чего нужно было ожидать. Сержант добрался до жука мыслителя и прикрылся его раздутой тушей. Он не мог уйти, но и жуки-воины не смели напасть. Риск для них был в буквальном смысле самоубийственным. Долго бы они протянули, уничтожив свой собственный мозг. Мы подобные Ахиллесовой пятой не имели, а потому атаковали их с тыла и уничтожили. Я глядел на плененное нашим сержантом страшилище и даже горечь из-за потерь не отравляла моего ликования. Как вдруг где-то рядом раздалось знакомое скворчание, на меня сверху полетел здоровенный кусок свода, и на этом мое участие в операции аристократия закончилось. Начнувшись в постели, я решил, что по-прежнему нахожусь в офицерской школе, а жуки привиделись в необыкновенно долгом и подробном кошмаре. Но это было не школа, а временный лазарет на транспорте Аргон, и до этого я действительно почти 12 часов командовал взводом. Но теперь я был всего лишь одним из пациентов. Пролежав в раздавленном скафандре больше часа, я отравился закисью азота и нахватался радиацией. Добавим к этому перелом ребер и ушиб головы. Очень нескоро мне удалось восстановить ход событий, но многих подробностей операции аристократия я так никогда и не узнаю. Например, почему Брамби повел свою секцию под землю. Брамби мертв, Найди мертв, а я могу всего лишь порадоваться тому, что оба успели получить шевроны и поносить их в тот проклятый день, когда на планете Пи гениальный замысел высокого начальства рухнул ко всем чертям. Впоследствии я выяснил, почему мой взводный сержант решил проникнуть в жучиный город. Он услышал, как в разговоре с майором Блэкстоуном я сообщил о ложной демонстрации главного удара, о том, что вместо солдат наверх хлынули обреченные рабочие. Когда же воины прорвались там, где находился сержант, он пришел к выводу абсолютно верному и опередившему на несколько минут такой же вывод штаба, что это акт отчаяния. Только в безвыходной ситуации противник мог пожертвовать рабочими с единственной целью отвлечь наш огонь. Контрудар из жучиного города наносился явно недостаточными силами, а значит у врага оставалось мало резервов. И сержант решил, что настал уникальный момент, когда одиночка решает ход сражения. Можно разыскать и пленить в лабиринте кого-то из представителей аристократии. Не следует забывать, это было главной целью операции. Только на стерилизацию планеты мы бросили огромные силы и средства, и нам нужен был позарез живой представитель правящей касты, а также опыт успешного проникновения в жучиной подземелье. Поэтому сержант рискнул и справился с обеими задачами. Как говорится, миссия выполнена. И только мы, нерзавцы Блэйки, могли похвастаться такими достижениями. В операции участвовали многие сотни взводов, но лишь шестерых аристократов им удалось захватить, и ни одной царицы. Жуки успели прикончить своих цариц. Обменять никого из шести не удалось, в плену они долго не протянули. Но пока эти твари были живы, с ними успели поработать ребята из корпуса психологической войны, так что операцию аристократия, пожалуй, следует считать успешной. Взводному сержанту дали очередное звание, а мне повышения не предлагали, да я бы его и не принял. Но награде для замка я не удивился. Капитан говорил, что у меня лучший сержант в мобильной пехоте, а я в правильности мнения Блэйки никогда не сомневался. С этим сержантом я познакомился задолго до моей стажировки в Мерзавцах. Но сомневаюсь, чтобы об этом было известно капитану. Я ему ничего не рассказывал и уверен, что сержант тоже умолчал о том, что мы вместе служили в тренировочном лагере имени Курье. Фамилия сержанта была Зим. Моё собственное участие в операции «Аристократия» мне не кажется успешным. На Аргоне я провёл больше месяца. Сначала был пациентом, потом числился военнослужащим в резерве. В какой-то момент транспорт развернулся, чтобы отвезти меня и ещё несколько десятков пассажиров на заповедник. Появилось время подумать, даже слишком много времени. И думал я в основном о потерях и о моей сумбурной и бестолковой работе на грунте в качестве командира взвода. Будь на моём месте настоящий лейтенант, он бы, конечно, всё бы сделал правильно. Я даже из строя выбыл по-дурацки не в процессе управления боем. Мне на голову свалился кусок скалы. Что же до потерь, то я не знал их итоговой цифры. Помнил только что начинал с шестью отделениями, а в лабиринте после перегруппировки их оставалось четыре. Сколько бойцов ещё полегло, прежде чем зим вывел взвод на поверхность, где мерзавцев сменили и эвакуировали. Я даже не знал, жив ли Блэкстоун. Капитан был жив, и он уже снова командовал, когда я находился под землёй. И не имел представления о том, что бывает с кадетом, который лишился куратора на стажировке. Склонялся к мысли, что форма 31 вернёт меня в ряды простых сержантов. Добавок, учебники по математике остались на другом корабле. Впрочем, это уже не казалось важным. Тем не менее, через неделю, как только удалось встать с койки, я позаимствовал учебники у одного из младших офицеров и взялся за дело. Математика штука сложная, но она полностью занимает ум, и нет вреда в том, чтобы взять у неё как можно больше, вне зависимости от твоего звания. Всё, что есть на свете маломальски важного, основано на математике. Возвратясь, наконец, в офицерскую школу и сдав лейтенантские шпалы, я узнал, что по-прежнему числюсь кадетом, а не сержантом. Похоже, Блэки не счёл меня безнадёжным. Когда я вошёл в комнату, Ангел, мой сосед, сидел, закинув ноги на стол, и перед ним лежала посылка. Мои учебники математики. Он поднял на меня взгляд и изобразил удивление. «Привет, Джонни. А мы думали, что-то землицей разжился». «Землицей? У жуков? Я с ними не в таких хороших отношениях. А тебе когда на стажировку?» «Я там уже был», обиженно ответил Ангел. «Я отправился через день после тебя, три раза прыгнул и вернулся неделю назад». «А почему ты задержался?» «Долг был мой путь домой. Целый месяц летел пассажиром». «Везёт же некоторым». «И сколько раз ты прыгал?» «Ни разу», ответил я. Он вытрашился на меня. «Да, всё везение на свете тебе одному». Ангел был не так уж и не прав насчёт моей везучести. Экзамены я сдал. Но это случилось ещё и благодаря его терпеливому наставничеству. Пожалуй, везло мне главным образом на хороших людей. Это Ангел, Джелли, лейтенант, Карл, полковник Дебоа. А ещё мой отец и Блэки, и Брамби, и Туз, и сержант Зим. Нет, теперь уже первый лейтенант Зим. Было бы несправедливо, если бы я обошёл его в карьерном росте. На следующий день после выпуска мы с Бенни Монтесом, моим однокашником, ждали на космодроме отправки. Нам, свежеиспечённым вторым лейтенантом, отдавали честь, и это было непривычно. И я, чтобы скрыть нервозность, читал список кораблей, висящих на орбите заповедника. Список этот был очень длинным и не составляло труда догадаться. Близится важное событие, о котором нам, мелким сошкам, знать пока не полагается. Понятно, что я воодушевился. Были у меня две заветные мечты в одной упаковке. Вернуться мой старый взвод и встретить там отца. Даст Бог, в той компании, что вскоре и начнётся, я пройду окончательную шлифовку лейтенанта Джеллала, и это будут совсем не пустячные высадки. Я слишком разволновался, чтобы обсуждать эту тему с Бенни. Вот и стоял, уткнувшись в список, сколько кораблей. Такая уймища, что пришлось группировать их по типам. Я читал названия десантных транспортов. Собственно, только они и могли интересовать мобильного пехотинца. Среди них Маннергейм. Да что же, есть шанс повидаться с Карман? Едва ли, но что мне мешает отправить запрос? Большие корабли, новый Валифордж, Новый Ипор, Марафон, Эль-Аламейн, Ивадзима, Галлиполи, Лейте, Марн, Тур, Геттисберг, Гастинг, Салама, Ватерлоу. Все до одного названы в честь тех мест, где пехота покрыла себя славой. Малые корабли, носящие имена пехотинцев, Гораций, Элвин-Йорк, Болотный Лис, Старина Родж, да хранит его Господь, Полковник Боуи, Девери, Версенгиторикс, Сандина, Обри Козанс, Каме Амеа, Оди Мёрфи, Ксенофонд, Агинальда. «Надо бы назвать корабль в честь Максая Сая», сказал я. «Это кто?» спросил Бенни. «Рамон Максая Сая, о, это великий человек, знаменитый воин. Был бы нынче жив, может, возглавлял бы корпус психологической войны». «Ты что, вообще историю не учил?» «Не, ну, кое-что я учил», ухмылился Бенни. «Знаю, что Симон Боливар построил пирамиды, разметал непобедимую армаду и первым слетал на Луну». «Да, но ты забыл, что он еще женился на Клеопатре». «А, ну да. Вообще-то у каждой страны своя версия всемирной истории. С этим не поспоришь». Я пробормотал еще несколько слов, и Бенни спросил. «Что ты сказал?» «Извини, Бернардо, это на другом языке. Старая поговорка. Пожалуй, ее проще всего перевести так. «Твой дом там». «Где твое сердце?» «И что это за язык?» «Тагальский. Мой родной». «А что, на твоей родине не в ходу стандартный английский?» «Конечно, им все пользуются. Бизнес, школа и все такое. На старом языке мы немного говорим «дома». «Традиции, понимаешь?» «А, понимаю. Мои предки вот точно так же лопочут по-испански». «Но где ты?» Репродуктор заиграл полюшка поля и Бенни расплылся в улыбке. «Мне пора знакомиться с кораблем, а ты, дружище, береги себя. Увидимся!» «Осторожнее с жуками!» Я повернулся к списку. «Палма, Летер, Монгометри, Чака, Джеронима и, наконец, наисладчайшая в мире музыка. Да прославится, да прославится имя Роджера Янга». Я подхватил ранец и кинулся к выходу. Я возвращался домой. Твой дом там, где твое сердце. Глава 14. «Разве я сторож брату моему?» Бытие 4.9 «Как вам кажется, если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Матфей 18.12 «Сколько же человек лучше овцы?» Матфей 12.12 «Во имя Аллаха милостива и милосердного. Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Коран 5.32 «Год за годом мы напирали, а враг отступал. Но то, что мы продвигались небыстро, так на то и дано людям чувство меры. Пора, сэр». В дверях стоял мой стажер. «Он же кандидат в офицеры, он же третий лейтенант Медвежья лапа. Сущий мальчишка на вид и по голосу безобидный, как его предки, охотники за скальпами. «Иду, Джимми». Я уже был в скафандре. Мы направились в хвост корабля к десантному трюму. По пути я сказал. «Последние советы, Джимми. Держись рядом со мной, но вид не загораживай. Постреляй от души, чтобы не тащить домой боеприпасы. Если я вдруг погибну, ты начальник. Но, надеюсь, у тебя хватит ума доверить рутину твоему сержанту». «Да, сэр». В трюме сержант скомандовал взводу «Смирно!» И вот дал нам честь. Я козырнул в ответ, сказал «Вольно!» и двинулся вдоль первой секции. А Джимми пошел вдоль второй. Потом я проинспектировал вторую секцию, тщательно смотрев каждого бойца. Как всегда, я не смог ни к чему придраться, потому что мой взводный сержант был педантом почище меня. Но у солдата легче на душе, если старик лично проверил перед боем его экипировку. В конце концов, это моя должностная обязанность. Закончив, я вышел на средину строя. «Ребята, нас ждет очередная охота на жуков. Но в этот раз будет немножко иначе. На клиндату держат наших пленных, поэтому мы не можем взорвать там звездную бомбу. Наша задача спуститься, закрепиться, отобрать и удержать. На эвакуацию не рассчитывайте. Шлюпка будет возить боеприпасы и продовольствие, а не людей. Попадетесь в плен, держите хвост пистолетом и помните, что у вас есть ваш флот, у вас есть вся огромная федерация. Помощь придет. И парни болотного лиса, и солдаты Монгомери знали, что их не оставят в беде. Те, кто еще жив, верят в спасение и ждут. И мы летим к ним на выручку. Помните, что вокруг нас свои и над нами свои. Их много, а значит, помощь будет. Мы лишь должны сыграть нашу маленькую роль точь-в-точь, как на учениях. И последнее. Перед самым вылетом я получил письмо от капитана Джелала. Он пишет, что его новые ноги работают отлично, а вам велел передать, что все время думает о вас и надеется, что вы покроете славой свои имена. Я тоже на это надеюсь. Пять минут для падра. И тут за меня взялся мандраж. Это полегчало, только когда настало время потребовать внимание и скомандовать «Посекционно к правому и левому борту приготовиться к десантированию». Я уже был в порядке, когда осматривал ряд капсул. Одновременно Джимми и взводный сержант проверили остальные. Затем мы с сержантом уложили Джимми в капсулу номер три среднего ряда и застегнули крепление. Как только его лицо скрылось, меня снова затрясло. Теперь уже всерьез. Взводный сержант обнял меня за плечи. Все как на учениях, сынок. Я помню, папа. Я сразу успокоился. Это просто ожидание. Знаю. Четыре минуты. Не пора ли нам пристегнуться, сэр? Давай, пап. Я быстро обнял отца и предоставил флотским запечатать наши капсулы. Дрожь меня больше не била. И вскоре я смог доложить. Рубка, сорвиголовы Рика к десантированию готовы. Тридцать одна секунда, лейтенант. Произнес женский голос и добавил «Удачи, ребята. В этот раз мы их сделаем. Обязательно, капитан». Пошел обратный отчет. Как насчет музыки? И зазвучала самая лучшая в мире мелодия. Да прославится, да прославится, да вовеки прославится имя Роджера Роджера Янга. Роджера .? Роджера С Rule